Продолжение следует... Гарри Кимович, вы многолетний критик Путина и того, что он делает в России. Долгие годы это казалось алармизмом, но в 2022 году это перестало быть похожим на алармизм. Мы хотим с вами об этом поговорить, о том, как так вышло, ну и вообще о том, что вы делали и делаете в политике все эти годы. Поэтому мы с вами сегодня гуляем по Нью-Йорку и общаемся здесь. Субтитры сделал DimaTorzok в 25-м месте в рейтинге 100 ныне живущих гениев в области науки, политики, искусства и предпринимательства. Назовите топ-5 людей, которые этот рейтинг составили бы в 2023 году, на ваш взгляд. Я вообще очень чувствительный к тому, чтобы кого-то назвать гением. Я бы сейчас при всем несогласии, конечно, включил бы в список обязательных Илона Маска. У меня просто понятно, что это должны быть люди, которые что-то в нашей жизни сейчас меняют, по-настоящему пытаются действительно двигать вперед человечество. Я повторяю, при том, что мне многое в Маске не нравится, но я должен отдать должное тому, что он действительно совершил большой прорыв. То есть, ну, скажем, там, следующий пози Стива Джобса идет. Осенью прошлого года вы раскритиковали позицию Маска по тому, как должна закончиться война в Украине. На что он ответил, близко к тексту, процитирую. Хотя Каспаров играет почти так же хорошо в шахматы, как и мой айфон, он идиот. Как вы отреагировали на такую полемику? Ну, у нас была... Полемика продолжалась, просто не еще некоторое время. Вот. Ну, отвечать на подобный идиотизм, я считал, не своего достоинства. Вот. В принципе, я говорю о тех вещах, о которых, я считаю, мое мнение имеет какое-то значение. Я уже там дошел до того возраста и понимания жизни, чтобы четко фиксировать, как я говорю, границу собственного невежества. Значит, позиция Маска по Украине, она на самом деле требует некоторого пояснения, потому что я задал, кстати, Маску несколько вопросов, на которые он так и не ответил, в принципе. Скажем, более того, мы даже знаем по недавним действиям, когда в Твиттере тема украинского кризиса перешла в разряд дезинформации, а буквально недавно там были разблокированы, то есть дан зеленый свет кремлевским аккаунтом, там, Медведеву, там, Путину и другим, вот. То это еще раз показывает, что, скажем, у него есть определенный интерес, видимо, к тому, что там происходит, и он явно, на мой взгляд, не сочетается с его разговорами о свободе и демократии. Один из вопросов, который я ему задал, он касался того, не присутствовали компоненты скрытых российских денег в его покупке Твиттера. Учитывая, что крупнейшими акционерами, кроме него самого, являются саудовцы и катарцы, имеющие с Россией большие связи, мне бы хотелось понять, просто нет ли там четкого российского интереса. Но на этот вопрос, как и на многие другие вопросы, которые я задал, ему ответа не было. А на самом деле отсутствие ответа – это тоже ответ. Мы же прекрасно понимаем, что, в общем-то, его действия и его выступления, и попытки всячески, как бы, пропагандировать, так называемое, мирное решение в этой войне, они, в общем, не сильно отличаются от кремлевского нарратива. Эта дискуссия продолжалась, и Маска спросил, кто-то из пользователей Твиттера, а вы сами играете в шахматы или нет? Я играл в детстве, но нашел шахматы слишком простыми, чтобы быть полезными в реальной жизни. Всего лишь поле 8 на 8, никакого тумана войны, никакого дерева технологий, никакой случайной карты или позиции начала игры. Только два игрока, с обеих сторон одинаковые фигуры. Политопия устраняет эти ограничения. Что вы думаете про тезис, что шахматы слишком простые для того, чтобы быть полезными в реальной жизни? Я бы не переоценил роль шахмат в обычной жизни. Умение играть в шахматы вообще ничего другого, кроме как умение играть в шахматы, не приносит. Другое дело, что есть определенные шахматные качества, точнее качества, которые развиваются шахматами. Умение видеть большую картинку, big picture, умение взвешивать факторы разномастные, как материал, время и качество. Поэтому всегда можно эти знания применить. На самом деле, если добиваешься успеха в какой-то сфере интеллектуальной, то очевидно, что есть компоненты этого успеха, которые могут прикладываться к другим сферам нашей деятельности. Не обязательно с таким же успехом, но, по крайней мере, я бы полностью не дискредитирую шахматную игру. Опять, вступать в полемику с Маском по этому вопросу. Действительно, много есть игр, которые действительно обладают фактором тумана войны. Там, где вся информация недоступна, начинается, можно, с покера просто, на самом деле. Любая карточная игра, где, в отличие от шахмат, все-таки карты, которыми располагает ваш оппонент или оппоненты, они неизвестны. То же самое существует, естественно, во многих компьютерных играх. Но ответ достаточно жалкий был. Кстати, очень многие люди ответили, считая, что это попытка просто дискредитировать всю игру для того, чтобы для себя казаться моральным победителем в этом споре. Опять, это же не отменяет тех же вопросов, которые Маску были заданы. В конце концов, кто из нас умнее, это определить невозможно. Он, безусловно, добился великих результатов в своей сфере. И, конечно, как человек, продвигающий нас вперед, он заслуживает самой высокой оценки. А что касается моральной составляющей его позиции, она тут, скажем, не выдерживает, с моей точки зрения, никакой критики. — У вас не было возможности личной встречи с ним? — Я с ним один раз очень давно встречался. Это был такой уже в Нью-Йорке, это было много лет назад, короткая встреча. — А один на один? — Нет, это было какое-то количество людей. Человек, может быть, 7 или 8 было, в принципе. Никакого развития эта встреча не получила. — Как вы думаете, если бы у вас сейчас был бы час встречи с ним, полуформальный, неформальный, вы за этот час смогли бы ему объяснить, почему его позиция такая, пацифистическая, возьмем формат октября 22-го года, она не приведет к ничему хорошему? — А если здесь нет никаких подводных камней, если здесь нет того самого корыстного интереса... — Только заблуждение, только незнание. — Я думаю, что хватит и получаса, если он готов слушать, потому что, на самом деле, есть очень много аргументов, которые касаются и конкретной нынешней ситуации, и исторического опыта. И все это в совокупности дает довольно очевидную картину происходящего. Мы уже рассказывали, как можно переехать в Испанию по студенческой визе. А сегодня расскажем, как можно получить испанский ВНЖ, купив здесь недвижимость. Чтобы жить или на берегу моря, вот с такими видами, или в городе, вот с такой красотой. По испанскому законодательству, в ВНЖ можно получить при покупке недвижимости на сумму от 500 тысяч евро. И это работает для граждан России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран. Если вы рассматриваете вариант переезда в Испанию, то подобрать оптимальный вариант и разобраться со всеми бюрократическими деталями помогут в «Эстейт Барселона». Компания на рынке с 2007 года и специализируется на четырех направлениях. «Барселона», «Коста Браво», «Коста Гарав», «Коста Морэсме». При этом здесь могут помочь с вопросом не только «где жить», но и «как зарабатывать». У «Эстейт Барселона» огромный выбор объектов коммерческой недвижимости с действующими арендаторами, которые позволяют получать стабильный доход. И ВНЖ, если соблюдается правило, про стоимость от 500 тысяч евро. Как это работает? Вот, например, есть магазин оптики в самом центре Барселоны. Вы покупаете помещение, в котором этот магазин находится, получаете ВНЖ, получаете доход от арендной платы. При этом сдавать в аренду коммерческое помещение гораздо менее хлопотно, чем сдавать квартиру. Как правило, вы покупаете коммерческое помещение с уже работающим там бизнесом, поэтому все бытовые вопросы, от глобального ремонта до замены лампочек, решаете не вы, а владельцы этого бизнеса. Вы только получаете арендную плату и платите налоги. Все. Это просторный объект рядом с Триумфальной Аркой, поэтому цена у него с шестью нулями. Но можно найти в других районах Барселоны гораздо бюджетнее. Такой же огромный выбор жилой недвижимости и в Барселоне, и на побережье. А минимальный порог в 500 тысяч евро можно распределять между объектами. Например, за 200 тысяч купить жилье, за 300 тысяч коммерческое помещение. Если понадобится, в Эстейт Барселона есть программа послепродажного обслуживания. В нее входят помощь в организации ремонта, подбор школы для детей и другие вопросы, необходимые при переезде. При покупке коммерческой недвижимости в Эстейт Барселона помогают с управлением. Так, чтобы объект приносил стабильный доход, а от вас при этом ничего не требовалось. Посмотреть все варианты для покупки можно по ссылке в описании. И приятный бонус. По промокоду ВДУТЬ при заключении сделки оформление ВНЖ для всей семьи бесплатно. Вперед! Мы с вами находимся не так далеко от того места, где состоялся ваш самый известный матч против компьютера. Вы человек, который сталкивался с искусственным интеллектом задолго до. Что вы думаете про искусственный интеллект и все, что с ним происходит сейчас? Проблема заключается в том, что очень многие представления о так называемом искусственном интеллекте, они, мне кажется, навеяны голливудскими фильмами. На самом деле очень трудно здесь отделить реальную жизнь, вообще реальные угрозы, реальные проблемы от, скажем, фильмов, как «Матрица» или «Терминатор». Кроме того, есть некоторые слова, которые бросаются уже расхожими. Ну, искусственный интеллект. Он по-русски «И» будет, по-английски «AI». Вот все, что называется AI, это на самом деле на 99,9% вообще отношения никакого к AI не имеет. Потому что проблема вообще заключается именно в определении. Так же, как там слово «стратегия» говорят вообще на что угодно, можно сказать. Вот тут есть такая стратегия, при том, что это может быть просто какое-то действие, не имеющее никакой такой стратегической перспективы. Если говорить конкретно про компьютер, с которым я играл тогда, он никакого отношения к искусственному интеллекту не имеет. Он вообще, как бы, там интеллекта там был ноль. Ровно потому, что этот интеллект вообще никому не нужен был. Вот идея о том, что поединок с чемпионом мира по шахматам, с ведущими шахматистами, станет ключевым моментом испытания вот этого интеллекта искусственного, она существовала с момента появления компьютеров. И Аллен Тьюринг, и Клод Шенон, и Норберт Уинер, вообще все вот эти как бы отцы-основатели компьютерной науки, они вот видели шахматы. Ну, надо еще понимать, что шахматы существуют в разных видах. Есть там шоги японские, например, там китайские шахматы. Но они были европейцами, поэтому они знали вот эти шахматы. И именно шахматы были вот тем самым тестом, финальный тест. И это тоже уходит как бы корнями в историю, потому что шахматы всегда рассматривались как такой, ну, тоже такой тестный интеллект. И, скажем, вот создатель IQ-теста Альфред Бене в конце 19 века, он считал, что вот возможность как бы понять процесс мышления шахматиста – это будет ключ к разгадке вообще человеческого интеллекта. Он особенно был впечатлен, когда видел людей, играющих слепую там, на нескольких носках. И вот это представление о том, что шахматы – это вот тот самый как бы пробный камень, на котором будет вот как бы выстраиваться искусственный интеллект. А она вот как бы переходила буквально от одного поколения ученых к другому поколению ученых. Мощности компьютерные, которым вот эти отцы-основатели имели доступ, они были смешными просто. Ну, это по нынешним меркам – это ничто просто там, это там плюнуть и растереть. Поэтому они были убеждены, что для того, чтобы машины сумели противостоять человеку, ну, мы говорим про шахматы, потребуется своего рода такое копирование процесса человеческого мозга. То есть почему и концепция интеллекта возникает. Другое дело, что потом развитие, на самом деле, идет в другом направлении. Вообще много вещей, которые, если прочитать вот всю эту фантастику 40-х, 50-х годов, на самом деле много вещей, которые случились, они пошли просто в другую сторону. Например, одна из вещей, которая явно противоречит классической фантастике, если мы прочитаем, например, то появление роботов. Роботы были, само собой, вот робот двигается там, вот вся эта компьютерная механика, вот интеллект как бы отставал. На самом деле, даже сегодня, если там абстрагироваться от этих пропагандистских фильмов типа Boston Dynamics, когда они показывают роботов, которые там делают какие-то сальты или кувыркаются, на самом деле имитация человеческих движений практически невозможна пока еще. То есть вот вся эта вот, вот вся механическая часть, она на самом деле даже близко не подошли к ее решению. Это оказалось слишком сложно. А в том, вот как бы интеллект оказался под угрозой, но не потому, что машина начала думать как человек. Просто оказалось, что практически все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они не имеют конечного решения. Скажем, если верить Клоду Шинону, шахматы – это игра, в которой количество легальных ходов – это число с 46 нулями. То есть, ну, просто надо понимать, да, это число, оно существует в математике, но оно абсолютно абсурдно, потому что оно там, я не знаю, сопоставимое с числом атомов в Солнечной системе. И поэтому просчитать до конца это невозможно. Другое дело, что мы сейчас подошли к пониманию того, что машины играют серьезную роль в нашей жизни ровно потому, что они делают меньше ошибок. Не потому, что они могут разрешить всю проблему, не потому, что они видят все там до самого конца, а ровно потому, что машина в состоянии перелопачивать огромный объем информации и допускать меньше ошибок. Вот, в принципе, то, что случилось в середине 90-х годов, как бы стало очевидно, что на том уровне, как бы, вот, брутфорс, как бы, вот этой, просто, вот этой, как бы, машинной мощи, машины уже достигают того уровня, когда человек просто ошибается чаще. Не потому, что они лучше играют, а ровно потому, что они лучше понимают шахматы, а ровно потому, что, как бы, человек, даже самый сильный шахматист, он все равно, он обречен, делать какие-то ошибки. Что интересно, кстати, что до еще этих знаменитых матчей с Deep Blue уже начались поединки с компьютерами. Потому что, все-таки, если смотреть на прототип Deep Blue, вот Deep Thought, который сделала эта команда из Carnegie Mellon… Это конец 80-х, с которым мы тоже проводили матч. Да-да-да. Я сыграл с ней в 89-м году, потому что Deep Thought была первая программа, которая победила Гроссмейстера. В принципе, уже, уже можно было понять, что вот программа Bell, Кена Томпсона в 83-м году, она уже играла почти под мастера. То есть, уже было видно, что уровень резко повышается. И опять, он работал на переборе. Это, повторяю, никакого отношения к интеллекту, как мы его понимаем, эти компьютеры не имели. Они просто работали… Ну, это другие… Ну, опять, не будем вдаваться в детали. Ну, типа, это математика. Это быстрый подбор. Ну, минимакс-алгоритм, в принципе. С этого все началось. То есть, с 60-х годов вообще процесс пошел именно в эту сторону. Интересно, что мой учитель Михаил Васильевич Ботвинек, он же тоже потратил много лет на попытку создать шахматную программу. Но Ботвинек считал, что она должна думать как раз. Вот он в лучших традициях отцов-основателей считал, что программа должна думать, а вот эти переборные все эти вещи, они как бы не годятся. На самом деле, ровно таким путем все это пошло. Я даже помню, как Таль, Михаил Нехемич, он очень остроумно сказал, что Ботвинек хочет научить машину думать, как думает он. Но он думает, что он знает, как он думает. То есть, на самом деле, в общем, путь как бы обучения машины процессу «думания», так назовем в кавычках, он оказался тупиковым. Может быть, потом он как-то разовьется, но пока оказался тупиковым. А вот путь использования вот этих мощностей огромных, потому что они возрастались, возрастали постоянно. Ну, закон, как говорится, морзло. Закон морра, потому что удвоение вот этой мощности идет постоянное. И в какой-то момент эти мощности стали огромными, и уже, вот я говорю, в 89-м году они как бы уже начали участвовать в турнирах. Хотя я достаточно легко обыграл тогда компьютер в Нью-Йорке, кстати, тоже в Нью-Йорке играли, между прочим. Две партии играли, по-моему, по полтора часа контроль был, но я выиграл партию обе очень-очень-очень легко. А уже в 92-м году начинают появляться уже шахматные программы на наших лэптопах, на компьютерах. И идут как бы поединки, более того, надо сказать, что уже были чувствительные поражения. И в Блиц, и в быстрые шахматы они наносили нам определенные, как бы там, ну, неприятности. Но интересно, что почему-то все считали, что это потому, что Блиц играем, ну, 5 минут партии. Или рапид, быстрые шахматы, 25 минут. А вот если мы будем играть серьезную партию, то тут уже, как говорится, тут мы-то уж точно справимся. А на самом деле, чем больше времени у нас, тем больше времени у компьютера. Принцип на самом деле-то не меняется. Человек допускает ошибки, а машина допускает ошибок меньше. Более того, не такие серьезные. Человек может грубую ошибку допустить, машина не может грубо ошибиться. Она может просто играть не очень хорошо, но, тем не менее, среднее качество ходов машины уже на тот момент было достаточным, чтобы создавать нам проблемы. И если говорить про момент, исторический момент на карте времени, когда машины доказали, что шахматы являются решаемой проблемой, это даже не 1997 год, второй матч, который был здесь, а первый матч, который был в Филадельфии. Мы играли за год до этого, в феврале 1996 года. Я матч выиграл 4-2, но я проиграл первую партию. И, в принципе, тот факт, что компьютер мог выиграть у чемпиона мира партию в нормальном контроле, турнирном контроле, там, 6-7 часов контроля было, я не помню, какой у нас тогда был, это уже означало, что дальнейшее – это вопрос времени. Потому что машины могут создать только сильнее. И я, честно говоря, в тот момент еще до конца не понял, что это уже такой, по кому звонит колокол. Но в 1997 году мне все стало ясно. При том, что в 1990 году, я думаю, я играл сильнее. И, как бы, я уверен был, что я бы выиграл бы матч, если бы мы играли бы третий матч. Но IBM тут быстро свернула манатки и отвалила. Они тоже понимали, что никакого смысла играть дальше нету, потому что они добились уже колоссального пиаровского успеха. Вот. И вот эти матчи еще продолжались до 2005 года. Я играл два матча с компьютерами, кстати, довольно сильными, с немецкой программой, с израильской, с Deep Junior и Deep Fritz. Крамник играл два матча. Но, в общем, Микки Адамс был разгромлен, по-моему, в 2005 году уже, Hydro Computer. То есть к 2005 году стало очевидно, что соревнование закончилось. То есть просто… Кто сильнее? Да, уже все просто… Ну, уже бессмысленно даже обсуждать, как говорится, кто сильнее, ровно потому, что разрыв увеличивался. Сильнее компьютер? Намного, нет. Ну, сейчас, скажем, разница… Магнус Карлсон, там, вот, как бы, сильнейший шахматист мира. И программы, которые, ну, вы можете, там, поставить у себя, там, на лэптопе, там, вот, Chess Engine какой-нибудь, там, я не знаю, там, Fritz, там, любой… И кто сильнее? Не, ну, разница, наверное, такая же, как будет между, там, скажем, там, Усейн Болтом и Феррари. Ну, там, первые 50 метров они еще пробегут, может быть… Магнус Карлсон – это Усейн Болт, а Феррари – это компьютер. Не, ну, первые 50 метров они еще пробегут поровну, а потом все заканчивается. Другое дело, что в этом нет никакой таредии. Вот то, что я в 1998 году сразу, как бы, для себя сформулировал, что будущее – это не наше противостояние с машинами, а это попытка найти идеальный алгоритм совместной работы. И, в принципе, как бы, вот к этому я все время и шел. Я тогда предложил модель такую, я назвал ее «advance chess», как бы, продвинутые шахматы, когда человек с компьютером играет против другого человека с компьютером. То есть попытка соединить нашу интуицию, нашу способность к абстрактовому мышлению с машинной мощью. То есть, на самом деле, просто идет все равно процесс, мне кажется, интеграции компьютерного интеллекта, будем его так называть, как бы, силиконового интеллекта, в нашу жизнь. И этот процесс будет продолжаться. Машины сделали нас сильнее, сделали нас быстрее. Вопрос в том, как бы, найдем ли мы способ, чтобы эти машины сделали нас умнее. На самом деле, мне кажется, это все зависит уже от нас, потому что надо вспомнить, что машина же не несет в себе ни позитива, ни негатива. Это вот эта идея, повторяю, что пришла из Голливуда о том, что там машина может быть злом. На самом деле, монополия на зло, она принадлежит людям. Поэтому вопрос не в том, как говорится, скайнет будет за нами гоняться, а вопрос, в чьих руках оказывается огромная мощь, которая может быть реализована с помощью вот этих технологий. — Когда вы обсуждаете, что будет после того, как Путин проиграет, вы в том числе говорите про выдачу военных преступников. — Безусловно. — Причисляете вы к их числу пропагандистов? — Безусловно. Конечно. Я считаю, что международный трибунал по преступлениям в Украине должен соответствовать структуре международного трибунала Нюрнбинского. Нюрнбинский трибунал определил несколько категорий военных преступников. Это, в первую очередь, политическое руководство. Это военное руководство, высшее военное руководство Третьего рейха. Это те, кто непосредственно участвовал в репрессиях, организовывал репрессии. Это пропагандисты. Безусловно, они шли тоже как военные преступники. И наиболее такая категория, по которой давались уже не приговор, не высшая мера, даже не огромные сроки, это помощь экономическая и финансовая в выстраивании военной машины. Хотя это тоже люди, которые сидели на скамье подсудимых. Не обязательно в Нюрнберге, но в последующих трибуналах. На самом деле их было очень много. Это нам советская пропаганда вбивала в голову, что все это сошло с рук. На самом деле десятки тысяч человек прошли через этот процесс в нацистской Германии. Ваш двоюродный брат Тимур Вайнштейн – один из тех, кто запускал программу «Международная пилорама». Одна из самых мерзких пропагандистских программ, которые есть на российском телевидении. Должен ли он будет предстать перед судом? Попадет в категорию эту, да, конечно. У меня давно с ним никаких контактов нет, к сожалению. Есть люди, с которыми я связываю родственные отношения и дружеские отношения, которые, увы, попадают в категорию военных преступников. Как давно вы общались с ним в последний раз? Двадцать лет назад, может быть. Двадцать? Не, ну, скажем так, после того, как я занялся тем, что называется в России антиправительской деятельностью, я с ним, естественно, не общался. Значит, это сразу надо отсчитать восемнадцать лет, а дальше я, честно говоря, не помню… Не, ну, все-таки в условные десятые, даже там, нулевые, и в условные первые половые десятых люди разных политических взглядов могли как-то коммуницировать, особенно если это… Нет, мы не могли коммуницировать ровно потому, что они жили в другом мире совершенно, и я даже помню, когда меня… Вот в первый раз арестовали, задержали меня несколько раз, но когда меня посадили вот на пять суток, по тем временам, это было, между прочим, такое необычное явление, потому что арест и пусть даже несколько дней заключения за ничего, это все-таки в 2007 году казалось довольно странным. Я когда вернулся из тюрьмы, я спросил маму, ну, как вопрос был так, кто звонил, кто не звонил. Ну, просто позвонить. И выяснилось, что список тех, кто не звонил, ну, он просто… он слишком большой. Я как-то для себя закрыл страницу общения с этими людьми. Ну, это элементарная человеческая трусость, и нежелание просто было демонстрировать какие-то человеческие качества. Ну, как-то я это все зафиксировал уже. Просто дальше, дальше процесс будет идти и по нисходящей. Ну, если вы вспоминаете, например, моего двоюродного брата, я хочу сказать, бывшего двоюродного брата, ну, у меня был, например, друг, его звали Слава Фетисов, когда-то он был приличным человеком, а сейчас он, скорее всего, тоже проходит по этой же категории, сенатор, голосовал за все. Причем, в отличие от многих других, у Славы еще был выбор. В 2002 году, когда мы предлагали стать старшим тренером в Нью-Джерси здесь, и он спрашивал своих друзей, я сказал, ну, как, все очевидно, что министр спорта там, в путинской России или здесь. Ну, каждый делает свой выбор. Так как я помог Славе, а также Старикову тогда, а также Марчел Леонидовичу и Волкову уехать, тогда это были первые легальные трансферы через тогда… Совинтерспорт? Нет, нет, детский фонд. На самом деле Совинтерспорт — это длинные истории, борьбы со спорткомитетом. Я нашел контакт через детский фонд, чтобы они уехали чисто просто. Слава уехал чисто совершенно без… Как говорится, там были деньги в детский фонд перечислены, но, в принципе, он уехал без вот этого кабального договора, по которому уезжали, скажем, Ларионов и Макаров, мне кажется. Вот. Поэтому у нас были с ним очень-очень близкие друзские отношения, и тогда, я помню, в 2002 году он спросил меня в том числе, как говорится, о том, что же, вот такой выбор есть. Мне казалось, выбор очевидный совершенно. Потому что все-таки Слава же, в отличие от многих людей других, которые, ну, работают в путинской системе, ну, действительно, взять Иру Руднину, например. Понятно, что она ничего за жизнь не заработала. Слава был богатым человеком. Слава мог спокойно жить здесь. У него была американская дочка, как говорится, у него была прекрасная перспектива здесь. Мог бы ехать в Россию сколько угодно, но не входить в систему. Но аж когда все стало очевидно, можно было оттуда уйти. У нее опять были возможности, но это засасывает. А почему не ушел? Спросите у него. Сейчас, я думаю, что уходить уже некуда, ровно потому, что на все подписался. С моей точки зрения, все, кто голосовал за аннексию Крыма, за поддержку войны, являются военными преступниками. Как вы относитесь к Советскому Союзу? Ответ пространный? Короткий, можно коротко? Негативно. Можно его расширить, в принципе. Совершенно очевидно, что Советский Союз, своего рода реинкарнация Российской империи, был, безусловно, основным источником зла в двадцатом веке. Как вы думаете, случилась ли бы у вас такая успешная карьера шахматиста, великая карьера шахматиста, если бы не многолетняя поддержка одного из топ-менеджеров советского государства Гейдара Олива? Значит, ну здесь вот сделаем… Опять, ответ должен быть немножко расширен, потому что, честно говоря… Там, да. В момент, когда случилась бы карьера, когда ты задавал вопрос, я думал вообще на самом деле о Советском Союзе в целом, потому что это любимая тема. А где бы вы были, если бы не Советский Союз? Я не так. Нет-нет-нет, я понял. У меня сразу в голове крутятся мысли про именно эту постановку вопроса, которая традиционна. Теперь, что касается… Я отмечу, что я не задал вопрос, где бы вы были, если бы не Советский Союз. Я максимально его конкретизировал. Правильно. Значит, на самом деле, ответ на это просто точно дать нельзя, если говорить про вот конкретные условия. Скорее всего, не было бы такого немедленного успеха ровно по одной простой причине. А что… Все, что сделал Алиев для меня, а потом сделал Александр Николаевич Яковлев, это дали возможность играть с Карповым за доской. Вот и все. На самом деле, вся помощь Алиева заключалась в том, что те условия, которыми были необходимы для того, чтобы я мог играть с Карповым, в том числе физически просто сыграть матч, они просто не были дисквалифицированы на более ранних стадиях. Это и есть вот тот объем помощи. Но это было необходимым именно потому, что в Советском Союзе Карпов пользовался абсолютной поддержкой истеблишмента по многим причинам, в том числе, естественно, по причинам происхождения. Но в первую очередь именно потому, что он был лояльным солдатом партии. А во мне они всегда чувствовали мятежника. И именно поэтому Карпов всегда использовал административную мощь режима для того, чтобы добиваться своих целей. Ну, как бы сейчас остался частью режима. Режим поменялся, Карпов все там же. Но вы же тоже использовали административный ресурс? Опять, секундочку, для чего? Административный ресурс использовался только для того, чтобы я мог заниматься шахматами и играть с Карпом. Все. Ресурс Карпов использовал для того, чтобы не дать моим тренеру выезжать за границу, не давать мне возможности играть в турнирах. На самом деле, ну, можно почитать мою биографию. Более того, никто по этому поводу никогда не спорил. А Карпов всегда использовал ресурс административный для получения специальных привилений. Так, ну подождите. Вы сказали, что от руководства у вас была только возможность играть с Карпом, играть в сильнейшем хоккеисте. Получать определенный набор вещей. Но это не только что у вас было. У вас же были прекрасные условия. Вы жили в хорошей квартире. Вы могли ездить за границу играть в турнирах. Слушай, ездить за границу играть в турнирах я мог не потому, что меня кто-то поддерживал, а потому что я был один лучший шахматист в тот момент. Как бы часть призовых денег, которые требовались по закону, я сдавал. Поэтому, в принципе, если говорить про окупаемость того, что на меня потратило государство, это многократно было компенсировано. Я говорю ровно о том, что начиная с 1981 года были предприняты все попытки не дать мне сыграть матч с Карповым, ровно потому, что Карпов понимал, что я являюсь его главным конкурентом. А сам матч 1984-1985 года, про него можно говорить бесконечно долго, он закончился вот этим вторжением Кампоманоса в процесс, агента КГБ Кампоманоса, который просто по требованию советского руководства спасал Карпову, как он это видел. Многие вас обвиняют, если сформулировать обвинение, вы были обласканы этой властью, именно властью советской, в первую очередь азербайджанской ячейкой, вы вступили в партию КПСС, причем сделали это раньше положенного срока, испытательный срок был нужен или что-то такое, вы скипнули этот этап. Но потом, когда появилась возможность, вы стали, как только появилась возможность, вы стали громким и видным критиком советского режима. И люди вас за это обвиняют в лицемерии. Что вы отвечаете на это? Я на самом деле никогда не корчил себя героя, я, конечно, восхищался диссидентами, делая, что должно быть, как будет, но я хотел стать чемпионом мира. Значит, вступление в партию в 1984 году было необходимым условием для того, чтобы я получил возможность стать чемпионом мира, иначе просто меня никто не подпустил бы к этому матчу. Я делал опять ровно то, что мне казалось необходимым, чтобы стать чемпионом мира или получить, по крайней мере, шанс за это звание бороться. Что касается того, что когда представилась возможность, а это когда возможность представилась. Дело в том, что я первый раз заговорил о коррумпированном советском спорте в мае 1985 года. Я даже чемпиона мира еще не был. Я, в общем, был на пороге дисквалификации, как я уже сказал, именно за моим интервью в журнале «Шпигель». Я активно противодействовал спорткомитету, который возглавлял любимец Горбачева, Марат Грамов, его старый друг из Ставрополя, и боролся за профессионализацию советского спорта. Я не думаю, что в тот момент это было как бы разрешено всем. Просто понятно, ситуация менялась, был Горбачев, я был чемпионом мира уже, я стал чемпионом мира и понимал, что у меня есть больше возможностей продолжать эту борьбу. Хотя, опять, любая осечка, скажем, в 87-й год матч в Севилле, проиграя этот матч, и опять могло бы все кончиться для меня достаточно плохо. Но звание чемпиона мира, оно все-таки меня защищало, и я с самого начала, как говорится, зарождения демократических первых вот таких прото-институтов в России, я в этом активно участвовал. Буквально там с появлением московской трибуны еще, я был там самым молодым, 90-й год. Кстати, к вопросу о выходе из партии. Я вышел из партии в январе, послал заявление, 90-го года. 90-го года. СССР еще будет существовать почти два года. Кто может сказать, что в сентябре 90-го года я был первым спортсменом, ирония судьбы, игравшим под сегодняшним российским флагом. Это, по-моему, здесь произошло. Да, это произошло в Нью-Йорке. Я даже помню, что я, когда пришел в студию с этим флажком, то там в CBS, Good Morning America, не, This Morning, или Good Morning America, ABC был я и CBS, не помню. Мама сделала флажок такой, взяла такую палочку, по полоске правильно надо было приклеить, потому что путали. Там этот флаг то ли Люксембурга, то ли Голландии, то ли России. И это вызвало, конечно, дикую реакцию совершенно у советских властей. Через четыре партии после протеста в карпахской делегации флаг убрали, но убрали оба флага. И советский флаг убрали, и этот флаг убрали. Я ходил со значком. Я говорю, в этом ирония судьбы, потому что сейчас я ношу уже другой значок. Такая, видимо, судьба быть пионером в продвижении государственного флага. Как вы относитесь к политическому строю, который Гейдар Алиев потом организовал в независимом Азербайджане? Как комментировать? Диктатура, естественно, семейная диктатура. Никаких по этому поводу вопросов у меня не было. Поэтому я туда никогда не возвращался. Хотя от Алиева-старшего были, в общем, некоторые поползновения о том, что, конечно, неплохо было бы человеку столь известному вернуться на свою историческую родину. Вы отказывались? Безусловно. Для меня вопроса никогда не было. Я всегда говорил, что я, конечно, хотел бы вернуться в Баку, просто посмотреть, но только когда это будет возможно для любого человека армянского происхождения. Какие у вас были ощущения, когда вы вспоминали, что, с одной стороны, человек сейчас организовал семейную диктатуру, а, с другой стороны, он очень вам помогал на старте карьеры? Ну, я всегда отдал должное тем людям, которые мне помогали, на самом деле. И не будем забывать, что он был генерал-литином КГБ. Вообще-то, в принципе, по калибру, я думаю, что Алиев, если бы не история Сталина-Берии, он вполне мог бы занять и самый высший руководящий пост. Я думаю, калибром он превосходил остальных людей в Политбюро. Но начиная с 1985 года, когда я стал чемпионом мира, я ушел в свободное плавание. Я какие-то минимальные отношения поддерживал, но никакой роли своей больше в этих отношениях не видел. А то, что сделал Алиев в Азербайджане, к сожалению, большая часть Советского Союза перешла к таким семейным диктатурам. А Азербайджан в этом плане оказался не исключением. Вы уехали из России в 2013 году. В феврале. Если максимально коротко, почему? На самом деле, когда я выехал из России по каким-то своим делам, там какие-то лекции были, а в феврале у меня немедленного плана уезжать не было, но буквально через неделю после моего отъезда, где-то мы путешествовали с моей женой, мама позвонила, сказала, что пришло приглашение из Следственного комитета пора являться в качестве свидетеля по этому болотному делу, которое раскручивалось. Я помню, я с Борей Немцовым поговорил. Он сказал, что зайдешь как свидетель, если выйдешь как подозреваемый, лучше не возвращайся. Жалко, что он сам не последовал этому совету, но никакого желания в тот момент искушать судьбу у меня не было. То есть это совет Немцова был? Ну, на самом деле, я для себя тоже принял решение, понимал, что мы являемся, вот та вот, как мы назовем, радикальная часть российской оппозиции является уже сейчас вот объектом государственных репрессий. Ведь, на самом деле, если посмотреть на вообще на сжимание вот этой, назовем так, шагреневой кожи оппозиции, то режим, на самом деле, он же шел постепенно, ведь это же не то, что там танки на улице и у нас диктатура. На самом деле, процесс сжимания вот этой территории свободы, на которой дозволялись вещи, он шел постепенно. И если, скажем, еще в 2005 году, когда начинались только наши демонстрации, я помню еще, мы общались с генералами там, МВД, с московскими генералами, тогда еще просто шло, они готовы были с нами обсуждать вопросы, вот такой был федеральный закон 54, это разрешение или согласование митингов. Тогда еще шли вот эти философские споры, как надо правильно читать там, где запятая стоит. А постепенно, как бы, все это переходило на другой уровень уже, и там через два года уже это были офицеры, которые там, естественно, выполняли инструкции, меня арестовывали, а там еще через несколько лет это уже просто ОМОНовцы, которые били всех подряд. Но уровень политических репрессий, на самом деле, это немножко другая, как бы, другая кухня. И вот после 2011 года, 2011-2012 года, после этих массовых демонстраций, начинается постепенное обрубание вот как бы тех частей оппозиции, которые власти представлялись наиболее опасными, и, безусловно, мы были первыми под раздачей. Эдуард Лимонов, ваш когда-то союзник, написал после этого решение. Я сожалею о его плохо обдуманном решении. Он перереагировал. Я не вижу, в чем власть и ее следственный комитет может обвинить Каспарова в связи с болотными событиями 6 мая, и не верю в то, что власть решилась бы ни с того ни с сего поднять на Каспарова руку. Каспаров, к тому же, подал пример трусости и бегства множества оппозиционеров, для которых он был и остался авторитетом. Теперь следует ожидать цепной реакции бегств за границу. Следует ожидать распространения эпидемии страха. Это очень плохо, хотя его поведение подтверждает мои прогнозы. Я не рад. Я помню мое первое впечатление от Каспарова при первой встрече в феврале 2006 года. Я подумал тогда – вот, наконец, сильный, энергичный, мужественный человек, с которым можно быть политическим союзником. Сегодня я беру свои слова обратно – не сильный и не мужественный. Как вы отреагировали, когда прочитали это? Ну, на самом деле, если говорить про ту работу, которую я ввел с 2005 года, с момента моего прихода, назовем это российской политикой. Хотя я всегда к слову «политик» относился достаточно скептически, потому что все-таки политическая жизнь подразумевает под собой возможность регистрации политических организаций, проведения фандрейзинга, дебаты. То есть, на самом деле, все, чего в России практически не было. Там были какие-то, действительно, разрешенные шоу, но в целом, как говорится, нормальной политической борьбы там не было. Я считал, что единственной возможностью поменять вектор развития, а куда все шло, мне было достаточно очевидно уже. Все-таки я в СССР родился и вырос, и я уже видел, во что превратится путинский режим, а неизбежно, к чему он придет. Об этом мы писали еще в наших документах Объединенного гражданского фронта в феврале 2006 года, что если не изменить вектор развития, то Россия перерастет в фашистскую диктатуру, и никакие выборы это не изменят. Поэтому мне казалось самым главным создание широкой коалиции людей, разных взглядов, готовых добиваться того, чтобы в России были честные выборы. Вот только честные выборы. Никакой другой повестки дня там не было. Все мероприятия другой России, марши несогласных. Это была попытка свести разных людей, которые не соглашались по многим вопросам, но считали, что в России споры должны решаться в парламенте, а должна быть честная выборная система, которая позволила бы самым разным политическим силам перенести свои конфликты и свои разногласия по поводу политического будущего нашей страны в стены парламента, а не решать их силовыми методами. К сожалению, парламент провалился, причем как бы он атаковался не только властью, но и многие люди в либеральном лагере считали это, считали это совершенно позорной сделкой, не понимая, что на самом деле никакого другого варианта изменения вектора вот этого развития, который ввел страну неизбежно к 24 февраля 22 года, не было. Теперь, что касается Лейбунова, то мы все знаем про национальных большевиков. Я считал, что они являются в тот момент реальными союзниками, потому что им нужно было приложить куда-то энергию. К сожалению, как мы знаем, в 2014 году энергия ушла в другую сторону, в сторону Крыма, и это случилось со многими, между прочим, нашими союзниками по проектам конца первого десятилетия этого века, ровно потому, что если не дать исторической перспективы в одном направлении, то, естественно, возобладают натуральные инстинкты очень многих людей, которые своим нутром были очень советскими. Кстати, я довольно быстро понял разницу между группами националистов, которые как бы человеку либерального лагеря казались вообще все на одно лицо, четкое различие тех, кто был русскими националистами и видел Россию как, опять, со всеми оговорками, частью Европы и между советскими националистами, которые хотели возрождение империи советской. Это, на самом деле, огромная разница. И она четко проявилась в 2014 году, потому что все националистические организации, традиционно русские, они были разгромлены, практически все. — Государством? — Естественно, государством, конечно, естественно. Да, и не случайно, как говорится, мы там видели, что там и Белов-Поткин, и Демушкин, они были арестованы, Константинов просидел два года, потом, естественно, два с половиной года просидел Данил. И практически все эти организации были разгромлены. А организации советских националистов, они просто поднялись как на дрожжах. И в этом плане, как говорится, я уже тогда понимал разницу между условным удальцовым и Беловым. — Но вас в политической тусовке тогда обвиняли в том, что вас трусили. Как вы реагировали на это? — Ну, я привык… — Вас это задевало? — Нет, я привык к многочисленным обвинениям. Я просто понимал, что в тот момент никакой пользы от этого героизма не будет. И, кроме того, мне также было понятно, что наше время кончилось. Это, кстати, то, что, мне кажется, многие не понимали, что процесс сжимания этого пространства был неуклонным. Скажем, то, чего, на мой взгляд, не понял Алексей Навальный, что в какой-то момент и его деятельность политическая стала неприемлемой для власти. То есть то, что власть готова была допускать… И это, кстати, очень важно понимать. Устойчивость путинского режима во многом базировалась на их гибкости и способности взаимодействовать, но давать выход пара оппозиционного через те организации и через тех представителей этих организаций, которые, как им казалось, не представляли реальные угрозы для режима, которые боролись не с режимом, а с какими-то его проявлениями. Но в какой-то момент вся эта активность уже для режима становится неприемлемой. И этот процесс, опять, он идет неуклонно. И на сегодняшний день, естественно, фашистская операционалистская диктатура, но этот процесс случился не в одночасье. Это не 24 февраля 1922 года. Это, на самом деле, последовательное движение в эту сторону. И об этом шли споры. Я не знаю, насколько вы помните это. В 2008 год, когда появился этот Медведев, 2009 год – это история медведевского большинства. И на сайте «Эхо Москвы» и в передачах огромное количество разговоров, дебаты были о том, куда все это идет. Нас, в данном случае людей, которые разделяли мои взгляды, обвиняли в радикализме, в том, что мы стоим на пути эволюции, что в России свой путь. А мы говорили, что в России придет фашизм с Путиным. Нет, возражали нам, если не Путин, то будут фашисты. Вот страшные националисты эти. Скажем, большая часть споров, например, в 2011 году, когда готовились большие демонстрации, были ровно по поводу участия тех националистов. Тот же Володя Рыжков кричал на меня и Навального, что как можно выходить с ними вообще. То есть такое ощущение, что проблемы были с людьми, которые не разделяли наших политических взглядов, но готовы были бороться с Путином. В то время как мне было очевидно, что именно в Путине концентрируются все пороки российской действительности. Уже десять лет, как вы не в России. Вы скучаете? Сейчас гораздо меньше, потому что после смерти мамы связь с Россией стала для меня менее-менее очевидной. Но я бы, конечно, хотел иметь возможность вернуться и попробовать все-таки доделать то, что не хотелось сделать тогда. Все-таки вернуть Россию в лоно евроатлантической цивилизации. Вернуться как политик? Слово «политик» на самом деле подразумевает желание участвовать в выборах. Я не очень хотел бы становиться частью политического пространства. Просто будет период, когда потребуется помощь и участие тех людей, которые обладают репутацией, опытом, способностями для того, чтобы привести страну в нормальное состояние. Меня интересует именно этот период. Я бы не хотел участвовать в выборах, вести какую-то политическую борьбу. Просто есть ситуация, которая сложилась сегодня, и трагизма которой, кстати, многие в России, даже не в России, а многие из тех, кто уехал, не понимают до конца. А России предстоит, на самом деле, если страна сохранится вообще в каком-то виде, что тоже, к сожалению, не очевидно, то этот путь возвращения будет очень тяжелым. Мы видели, что случилось в Германии после 1945 года. И России предстоит пройти схожий путь. Это годы, если не десятилетия, вот как бы возвращение в нормальное состояние. Это не вопрос там Путина и правительства. Это, на самом деле, вопрос понимания обществом того, что все-таки мы должны найти способ вернуться к европейским корням. Как вы следите за тем, чтобы не потерять полную связь с тем, что происходит в России? А что происходит в России? Ну, то, как живет народ в России. Ну, народ живет в России плохо, в принципе, как я себе представляю. Причем, когда я говорю, когда плохо, в данном случае это даже не вопрос экономической кондиции. Страна, которая дошла до состояния, в которой ее правительство, ее режим диктаторский может вести войну и геноцид в Украине, в соседнем государстве, теоретически, которым нам с детства внушали, что является братским. Эта страна живет плохо, на самом деле. Эта страна погруженная в состояние такого зомбирования. И поэтому, мне кажется, тот случай, когда все-таки из-за рубежа все гораздо виднее. Ровно потому, что ты не находишься под этим прессом, постоянным пропагандистским прессом. Буквально час пропаганды российской, и даже разумный человек начинает сомневаться в том, что то, что он видит, на самом деле, на картинках, которые приходят из Украины, которые не редактируются в Останкино. — Как вы думаете, кто лучше понимает, как живет российский народ? Алексей Навальный или вы? — Наверное, Алексей Навальный, безусловно. А только никакой пользы от этого понимания не будет, потому что Россию надо вернуть сначала в нормальное состояние, в цивилизованный мир. Здесь у Навального будут большие проблемы. Все-таки репутационно мы все-таки сильно отличаемся для свободного мира. — А объясните, чем? — Будем вспоминать про Грызунов, про Крымный бутерброд и про прочие высказывания Алексея Навального. — И про славу России, видимо. — Ну, слава России — это как раз наименее проблемное из того набора высказываний, которые ассоциируются плотно с Навальным и его позицией. — Я прошу прощения, но, как я понимаю, за Грызунов он объяснялся, а Крым он по своей последней концепции признал территорию Украины. — Нет, секундочку. Ну, во-первых, как говорится, вот хотелось бы до конца все-таки услышать от всей команды Навального простые слова — война преступная, режим нелегитимный, Крым украинский. Вот пусть в течение трех секунд без запинок это скажут. Есть, мне кажется, с этим проблемы. Как раз вот вместо слов «Крым украинский» мы часто слышим «Украина в границах 1991 года», но это же очевидно. Это 24 февраля 2022 года, которое вынудило, кстати, не сразу, это не сразу прозвучало, вынудило и Навального, и его сторонников начать, в общем-то, реагировать на существующую реальность. Но не будем забывать, что война началась в феврале 2014 года с аннексией Крыма. И одна из проблем — почему Запад не был готов к путинской агрессии, полномасштабной агрессии, которая началась в феврале прошлого года. Главная причина — потому что существовала иллюзия, что в России есть общественно-политическая жизнь, и вот эта фиктивная активность политическая, которая вот эту иллюзию создавала, убеждала, что Путин так далеко не зайдет. Я говорил о том, что война неизбежна много лет. А, к сожалению, мои предостережения пропускались мимо ушей, в первую очередь потому, что те люди, которые гораздо лучше знают Россию, аргумент, который я слышал много раз, но вы же давно уехали, вы же не понимаете, что там происходит. Когда я писал письмо Хайке Массу, открытое письмо бывшего министра Национального Германии, который возражал против того, чтобы Россию вернули в Совет Европы, говоря о том, что это страна, которая нарушила все правила Совета Европы, и что дальнейшая агрессия против Украины неизбежна, Хайке Масс не отвечал даже мне, он не зашел до ответа мне, но в интервью он говорил о том, что, ну да, есть отдельные люди, выступающие против, но вот посмотрите, 39 российских организаций, работающих в России, говорят о том, что необходимо вернуть Россию обратно. Так вот, ровно тот аргумент, что они знают Россию лучше, чем мы, которые там оказались за рубежом вынуждены, ровно потому, что мы были объектами уже реального уголовного преследования, вот именно этот аргумент как раз и не позволял Западу услышать наши предостережения о том, что полномасштабная путинская агрессия против Украины – вопрос времени. Фейковая политическая активность, вы имеете в виду в том числе деятельность Навального и его сторонников? Нет, опять, вот теперь давайте разберем слово политической активности. Для меня политическая активность – это попытка влиять на ситуацию в стране, если требуется менять власть на выборах, на самом деле оказывать реальное влияние на политический курс, как внутренний, так и внешний. Какие возможности на изменение политического курса внешнего и внутреннего были у российской оппозиции после краха вот этих белоленочных выступлений в начале 2012 года? Ответ никаких не было. Все, что происходило в России, я говорил об этом много раз, это было следствием разрешенной активности. Вот власть считала, что это можно делать – делайте, потому что это никому не мешает. Более того, это помогало Путину создавать иллюзию того, что с Россией можно иметь дело. Он открыто готовился к войне против Украины, к войне против цивилизованного мира, всего, но при этом сохранял те институты, а вот те муляжи российской демократии, которые позволяли говорить о том, что в России гибридная демократия. Помните такой термин? Гибридная демократия в России у нас. А вот те, кто уехал, они не понимают, что на самом деле это свой путь к демократии. А что должен был делать Навальный? Я не знаю, что должен был делать. Я знаю, что он не должен был делать. На самом деле, с моей точки зрения, было совершенно очевидно, что в тот момент страна идет к тотальной фашизации. И любая активность, на мой взгляд, которая не позволяла Западу это понять, она была по меньшей мере бессмысленна. Ровно потому, что… Ну и что он должен был делать? Человек живет в своей стране. Человек – патриот своей страны. Человек хочет каким-то образом бороться с режимом, который всех достал, который делает много плохого и для своей страны, и для внешней. Он делает организацию, которая организовывает огромный… Глобально возьму. Главная заслуга ФБК за эти годы. За то время, когда протест Болотный спал. И все решили, ну ладно, не получилось, рассосемся по своим маленьким делам. Вот эта теория малых дел, все остальное. Попробуем вдали от государства каким-то образом пожить. Надеюсь, что это государство нас не тронет. И все. Это снова переходило в какую-то апатию. И глобально я не интересуюсь политикой. Навальный смог миллионам людей регулярно объяснять, как воруют, кто воруют, у кого винодельные, что Медведев оказывается не весь такой безобидный и пушистый, где находится дворец Путина, куча других вещей. И самое главное, он целое поколение людей смог снова заинтересовать политикой и смог снова им напомнить, что вообще-то как бы у человека есть достоинство. И за него надо каким-то образом бороться. Если бы этого не было, мне кажется, это совсем было бы апатичное. А вы считаете, что власть не могла это прекратить? Мановением руки? Параллельно с этим у него был условный срок. В реальной тюрьме сидел его брат. Постоянные обыски, репрессии и прочие вещи. Еще раз вопрос. Это все, что вы говорите, безусловно, было. Давайте, Настя, секундочку. Вы признаете все, что я сейчас сказал за Навальным или нет? Что его вклад в жизнь и в борьбу общественно, он в целом… Еще раз. Ровно потому, что власть считала это для себя желательным. Вот и все. Вся деятельность любой российской организации после 2011 года, 2012 года, которая касалась политики, проходила с разрешением властей. Навальный мог баллотироваться в меры Москвы ровно потому, что ядросовские муниципалы дали подписи. Ровно потому, что это требовалось кому-то. Я не знаю всех деталей взаимоотношений Навального и его группы с теми, кто давал информацию. Вы же понимаете, что, как говорится, квадрокоптер там все в путинском дворце не снимет. Значит, кому-то… Что? А что такое? Это что, это откровение? Что вы серьезно считаете, что вся информация – это квадрокоптеры, расследование? Я понимаю, когда Певчик может найти там дом Фридмана в Лондоне. Здесь… Я понимаю, как это все делается. А вот все, что находится в России – это что? А при той системе ФСО, которая там прослеживает все, что угодно, вся эта информация попадает без того, чтобы… Без того, чтобы кому-то это было выгодно? Что там… Что ФБК никак не участвовал, никак не участвовал, пусть даже, я не знаю, невольно, в разборках между правящими кланами? Это что, мы всерьез будем это обсуждать сейчас? Нет, ну то, что невольно он мог участвовать, очевидно… Нет, секунду… Но про то, как запустить коптер над такими объектами, они же миллион раз… Нет, секунду… И планы дворца получить Путинского полностью, да, вот они сами вот просто их получили где-то там, зашли в библиотеку ленинскую, там или какая там сейчас библиотека осталась, и там их взяли просто. Планы. На самом деле, опять, ну, подавляющее большинство этой информации – это… А какая это, какой источник, если он общественно значимый? Так опять, секундочку… Если ты добывая его, не продаешь свою совесть? А нет, нет, опять… Вот секундочку, еще раз, я никаким образом не говорю о том, что это делалось умышленно, я говорю о том, что ФБК существовало и делало многие из этих вещей ровно потому, что власти это было нужно. Как только они решили это закрыть, это было закрыто, все, все было ликвидировано. Так что, ну, в чем проблема? Все раз говорю… Если государство, по каким… если вы сам говорите, враг, по каким-то причинам тебе позволяет вестись… Ну, жить и делать какую-то деятельность общественно полезную, находясь в своей стране, почему ее не делают? Вопрос вот в общественно полезной деятельности. Вот вы считаете просто… А вот что изменилось в России за… Вот в России в 2011-2012 году… Можем поговорить отдельно про эти митинги, которые, в принципе, организовывали как раз солидарность, которая выросла из тех структур, которые я создавал. И в итоге с Борисом Минцом мы все это сделали тогда. На покровке тогда все эти мероприятия готовились. Мы можем поговорить, что случилось, и почему мы упустили свой шанс тогда в декабре 2011 года. Но в 2011-2012 году Россия еще не была фашистской диктатурой. За 10 лет она ей стала. Вот я не знаю… А мы как оцениваем политическую деятельность? По каким результатам? Более того, она стала при очевидном попустительстве Запада, который был убежден, что в России есть политическая жизнь. Это опять… Вот здесь я и говорю про вещи, которые я знаю. Что должны были делать люди? Вы таким образом же подвергаете, понимаете, обесцениваете деятельность не только Навального, ладно, допустим, условно говоря, всех независимых журналистов, которые писали правду, начиная с аннексии Крыма, вы же тоже тогда по вашей логике… Они же это делали просто потому, что их не разгромили. А кто писал про аннексию Крыма? С какого момента в России стало невозможным писать про аннексию Крыма? Новая газета… С какого момента стало невозможным писать про аннексию Крыма? Ну, находясь в России конкретно с 20 какого-то февраля, через 2-3-4 дня после начала войны… А до этого можно было писать все про аннексию Крыма и назвать Крым украинским? Это не было уголовное преступление? Нет, не было. Не было, да? Поэтому там Волков на картах рисовал Крым российский, да? Я сейчас говорю про журналистов… Стоп, стоп… А вы перескочили журналистов… Нет, а я сказал, что по этой же логике… По этой же логике и журналисты… И Елена Костюченко… Извините… Нет, 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 опять… Не надо, не надо, не надо вкладывать в мои уста слова, которые я не говорил… Журналисты – это совершенно другая история… Мы говорим про политику пока… Журналисты – это другая история… Журналист пишет… Слава Богу, что такая возможность была… И они писали об этом… Мы говорим про итоги политической деятельности… В принципе… И эти итоги, на самом деле, они фиксируются… Так… Будем вспоминать… Как открытый и тот же Навальный… И многие его сторонники выступали против санкций… Процесс борьбы за санкции начался еще в 2012 году… Немцов… Ну, Браудер Начилова… Боря… Немцов… Я и Володя Кармурза… Который работал тогда в Вашингтоне… Как боролись с этим процессом… Вы что? Как можно санкции? Они же задевают людей… На самом деле, отношение к санкционной политике… У тех, кто действовал в России… Было крайне негативным… Я же говорю о том, что… Все, что мы делали здесь… Пытались сделать здесь… Дискредитировалось именно тем… Что вы не понимаете России… Хотя, скажем… Если брать форум «Свободная Россия», Который мы проводили с 2016 года в Вильнюсе… 60% участников до недавнего времени были из России… Но, тем не менее… Вы не понимаете России… Этот аргумент мы слышали… Я его слышал постоянно здесь… Когда я пытался говорить о том… Что Путин – это всемирное зло… Вы же не понимаете… Вы же уехали давно… Посмотрите там… Там Навальный действует… Там выборы идут… Какие-то в муниципалитеты… Журналисты пишут… Там, в принципе… Все не так плохо… Вот это все не так плохо… На самом деле… И привело к тому… Что происходит сейчас… Что должен был делать Навальный… Опять я… Каждый отвечает сам за себя… Навальный ответил… Навальный ответил… То, что он… Делал все, что мог… Был почти что убит… Вернулся в страну… И теперь сидит в тюрьме… Навальный не скучка… Мы его ответ знаем… А вот ваш… На ваш взгляд… По вашей логике… Он… И все другие люди… Которые пытались… Каким-то образом менять… Давайте так… Когда вы много лет делаете одно и то же… И результат не меняется… Это значит, в принципе… Вы с этим смирились уже… А… Никакого влияния на политическую жизнь в стране… Деятельность Навального… И любой другой организации… Которая функционировала в России… Не оказывала… Человек, который представлял угрозу для власти… Его звали Борис Немцов… С ним разговаривались очень просто… Без всяких там судов… Без всяких условных сроков… Его просто застрелили… А… Значит… Смотрите… Вот… Российская власть… И я повторяю… Это на самом деле… Такой ноу-хау… Путинского режима… Четко фиксировала… Те угрозы… Которые могли исходить из-за позиции… Там… В пятом… Шестом… Восьмом… Восьмом… Девятом году… Это была возможность… Такого общего объединения… Добиваться свободных выборов… Что в итоге… Кстати… Привело… К этому пику… Одиннадцатого… Двадцатого… Двадцатого… Я хорошо его помню… Кстати… И многие участники вам подтвердят… Когда действительно… Власть колебалась… Ровно потому что… Медведевский… Технически… Оставался… Там… Там… Зиц-председателем… Но все равно… Формально власть была в руках… ОМОН прятался в подземном переходе… Сто двадцать тысяч человек стояло… На площади… Уже там… В качестве десанта туда бросили… Там… Собчак на сцену… Там… Кудрина… И выступающий Навальный… Как раз… Вот тогда… На пике всего этого… Говорит… Мы можем остаться здесь… Сделать Майдан… Мы можем пойти… К ЦИКу… Пауза… Но мы этого не сделаем… Все… На этом на самом деле… Вот… Белорусская Рудница закончилась… Потому что… Момент был один… 24 декабря… Когда у нас был шанс… Повторяю… Шанс поменять историю… Этого не получилось… Вместо этого… Кончилось… Договоренностями… Кулуарными… С Медведевым… Его администрацией… О том… Что мы можем как бы получить… В качестве там… Каких-то там… Подачки… Муниципальные… И прочее… То есть, возможности влиять на власть… К этому моменту… Завершились… А… То есть… По-вашему… Навальный… Слил протест… На самом деле… Навальный сказал фразу… Может он сказал её… Опять… Я не знаю… Побуждений… Но то, что… Именно это стало моментом… Как бы вот… Переломным моментом… Можете спросить… Многих участников… Этого… Этого… Сбора тогда… На… Сахар… Я не знаю… Были ли вы там… Вот… Но всё… С этого момента власть начала группироваться… Потому что 4 февраля… Когда… Мы вывели уже… Примерно такую же демонстрацию… По численности… Власть уже была готова… Уже Уралвагонзавод был в Москве… На самом деле… Они сгруппировались… Момент… Вот… Аннулирование выборов… Был шанс… Блокада в ЦИКе могла дать успех… Потому что… Даже тот же Миронов… Колебался тогда… Зюганов… Они все колебались… Все же, в общем-то… Люди двигающие… Которые… Ну… Двигаются от политического ветра… Они… Были колебания у власти… Власть… Власть дала слабину в тот момент… Она не ожидала такого… Такого… Выступления массового… Но… Надо было использовать его… Ну, как всегда… Инициативу у вас… Вы должны давить… Мы этот момент упустили… Все разъехались… Значит, теперь… Что касается… Вы тоже уехали тогда… Только… У нас было… А все уехали… А что я могу один сделать? Дело в том, что… Что происходило на этих сборах… Можно вспомнить… Как говорится… Когда… Мы говорили о том, что надо делать… Ну… Я всегда… Оправдываю свою радикальную репутацию… Требовал максимально эффективных действий… Считаю, что у нас есть шанс… Но… Надо постепенно… Как говорится… Эволюция… Вот эволюция нужна у нас… Понимаете… Вот мы сейчас получим право там… Вот… Участвовать в этих выборах… В тех выборах… Улучшить условия регистрации… На самом деле же опять… Спор переходил уже в другую плоскость… Я… То, что я говорил… 2005 год… Они еще обсуждали с нами… Милитейские генералы… Вот этот… ФЗ-54… Разрешать согласовывать… На самом деле это было совершенно очевидно… Все… Все, что не запрещено… Разрешено… Но они в тот момент уже начали постепенно… Как бы вот… Вводить вот эти новые… Новые… Политические правила… И в принципе к 12-му году… К возвращению Путина уже… Формального… Потому что он никуда не уходил… Естественно… Уже система начала приобретать законченный вид… И Крым на самом деле стал очевидным совершенно… Продолжением… Того… Как бы это… Путинского правления… Именно поэтому… Я сейчас говорю… Власть… Разделила людей тогда… В оппозиции… На… 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 Не главные группы… А тех, кто готов был принять Крым… Потому что эта власть имперская по сути-то… И тех, кто… Не готовы принять Крым… Вот принципиальное различие… Наши форума свободной России… Тех, кто со мной работал… Явно в меньшинстве находящихся… Даже сейчас мы находимся в меньшинстве… То, что мы не принимали имперской России… Мы не принимали этого курса… А остальные считали, что с этим можно жить… После 14-го года Россия осуществила аннексию Соседнего государства… Разглава войну… Сбитый самолет вообще… На самом деле… за которые власть несла прямую ответственность. Но это оказалось опять, ну, инциденты. Мы будем продолжать нашу деятельность, участвовать в выборах, в том числе и в Крыму, между прочим. А это к вопросу о политической деятельности. Я повторяю, здесь есть вопросы личного мужества. Личное мужество Алексея Навального ко нему сомнений не подлежит. Он принимал решения с огромным риском для себя. И это, как говорится, это отдельная тема. Мы говорим про политическую целесообразность. А это две совершенно разные вещи. Я не услышал, какая альтернатива была. Вот всем людям, которым интересна политика. И Навальному, и Яшину, и Карамурзе, и всем-всем-всем людям после аннексии Крыма. Нужно было всем уезжать из России? Секундочку. Никому. Каждый для себя принимает свое решение. Володя Карамурза, кстати, между прочим, активно работал в этом санкционном проекте. До своего ареста в Москве он был одним из самых активных участников после того, как убили Борю с Биллом Браулером, со мной. Мы все занимались этим проектом. Он был регулярным участником мероприятия нашего фонда по правам человека, Human Rights Foundation. То есть Володя прекрасно понимал, где ахиллесово пита режима. Это деньги. Это необходимость добиться того, чтобы на Западе дали объективную оценку деятельности Путина и, наконец, приступили к окучиванию самого больного места. То есть политики, остававшиеся в России, они должны были тоже топить за санкции и не участвовать в выборах. Опять, в выборах. Вот слово «выборы» звучит на меня оскорбительно. В том, что Россия называется выбором. В так называемых выборах. Давайте так. Безусловно. Они должны были не участвовать. Вы не становитесь частью театра марионеток. Потому что своим участием вы легитимизируете режим. И что дальше? А дальше... Ну, они отказываются от всех выборов. Подрастают люди, там, сильно младше меня. То есть что тогда приходит? Получается, что полная политическая апатия и растут новые поколения людей, как при советском режиме. Когда нет ни выборов, ни молодых, новых, пассионарных людей, которые ломятся в стену с помощью современных технологий интернета объясняют им, что Путин и его друганы воруют то, что в России все несправедливо устроено. Вот ничего этого нет. И просто растет... В каком мире вы живете? Вот сейчас эти люди... А кто убивает в Украине сейчас? Путин? Кто сейчас в Украине творит преступление? Сотни тысяч солдат туда идут. Между прочим, мобилизацию объявили. А где протест? Меньше, если бы их было бы меньше. Где протест на самом деле? Где протест? Где те самые миллионы людей, про которые вы говорите? Где они, эти люди? Где эти люди? Где протест в России? Я так понимаю, что миллион или сколько уехало из России? А, уехали. А, подождите. А, уехали из России? А, что-то не уехали из России? Потому что виток полицейского государства после начала полномасштабной войны оказался таким, что уже совсем не какой протест стал. А может быть какие-то люди, скажем, например, я и мои сторонники под этот виток попали немножко раньше просто, когда остальные считали это нормальным, а нас обвиняли в трусости? Может быть, ровно потому, что мы выступали против аннексии Крыма и против других преступлений режима на ранней стадии, мы оказались первые под ударом. Во-первых, вы уехали до аннексии Крыма, а во-вторых, я вас не обвинял в трусости, я приводил другие цитаты. Дискутирую я с вами и не соглашаюсь по другому вопросу. Про трусость я не имею никакого права вам предъявлять. Я цитировал других людей и спрашивал, как вы относитесь к тому, что другие вас объявляют в трусости. Еще раз, Гарри Кимович. Будем список людей перечислять, которые об этом говорили? Очень интересно. Лимоновым это не ограничивается на самом деле. Очень интересно. Я бы с удовольствием перешел бы к следующим темам, потому что там есть где поспорить. Я так и не услышал, что должны были делать люди, занимающиеся политикой в России, это время. Слово «занимающиеся политикой» для меня звучит, я повторяю, странно, потому что политики в России после начала Политика – это не только избрание. Это дискуссии. Это в целом попытка каким-то образом влиять на власть и организовывать жизнь вокруг себя. Нет, нет, стоп. Влиять на власть и организовывать жизнь вокруг себя – это две разные вещи. Они могут быть взаимосвязаны. Особенно в авторитарных режимах. Влиять на власть. Как они повлияли на власть? На самом деле, моя проблема с той активностью заключалась ровно в том, что власть и ее, ну, я не сказал, поддерживал, власти она была выгодна. Власть, на самом деле, считала нужным поддерживать вот тот минимальный градус вот этого общественного, как бы, протеста для того, чтобы ситуация не ухудшилась, для того, чтобы, ну, нельзя закупоривать вот этот чайник полностью, он взорвется тогда. Власть это, кстати, понимала. Вот это, на самом деле, вот эта работа со всеми этими организациями, то, что я понял еще в самом начале своей деятельности, которую, заметьте, я всегда осторожно назвал ее политическое, потому что, мне кажется, это неправильный термин был. А большинство этих организаций существовало и продолжало существовать и получать даже гранты из-за границы, ровно потому, что власть им это было выгодно. Так что они должны были сделать? Каждый опять, каждый отвечает сам за себя. Я считаю, что в тот момент, в тот момент Россия, Россия, политическая жизнь в России, она была полностью искоренена, и, как я всегда говорил, если у тебя нет хороших ходов, не значит, надо делать плохие. С моей точки зрения, активность, которая была в тот момент велась, она... Я не могу сказать, что ее нельзя... Не надо было делать. Но она в итоге привела к тому, что власть использовала вот эту квазиполитическую активность для, собственно, легитимизации, подготовки масштабной геноцидной войны против Украины. И вообще, в принципе, войны против всего мира. Потому что Путин сумел выйти из крымской изоляции, после крымской изоляции, во многом потому, что в России продолжали функционировать вот эти марионеточные, там, декоративные институты, позволяющие западным политикам, в том числе и коррумпированным политикам, утверждать, что ничего страшного от Путина ждать не приходится. Президент Фиде, и даже до сих пор Аркадий Дворкович. Насколько вы с ним близко знакомы? Я не могу сказать, что я с ним знаком близко, но я был очень близко знаком с его папой. Папу его я знаю, наверное, с 1973 года. Мы нам познакомились. Я был совсем маленький. Мне кажется, он был уже тогда на первых молодежных играх всесоюзных в Вильнюсе. Это был первый турнир мой. Мне кажется, он там был уже. И мы пересекались довольно часто. Он был один из ведущих арбитров в Советском Союзе. Он еще работал над рейтинговой системой советской. Когда все там развалилось, он ушел к нам работать просто. Мама взяла ее на работу. Поэтому несколько лет он у нас просто работал. И часто мы выезжали вместе. Я даже помню... У нас в вашей команде? В моей команде, да. В начале 90-х годов, Владимир Яковлевич. И я даже помню в 95-м году, когда я играл в Мать Санандом, вот там еще в World Trade Center. Вот в том, в чем мы начали играть первую партию 11 сентября 95-го года с Анандом. Мы играли на 107-м этаже. За шесть лет до. Да, за шесть лет до, да. И мы жили там неподалеку. И к нам пришел как раз молодой Аркаша, который здесь учился. Такой был очень скромный мальчик, пришел сюда. Я его много лет не встречал. Буквально в какой-то момент мы там пересеклись уже, по-моему, в 2010-м году, когда я поддерживал Карпова, который тогда хотел стать президентом ФИДЕ. И шла борьба внутри Российской Федерации. Кстати, Карпов мог победить у Лимжинова. И решающая роль в том, что Карпов не победил, сыграл Дворкович. Он оказал всяческую поддержку у Лимжинова. И добился того, что в России российская поддержка, которая могла уйти Карпова, и тогда бы это все поменяло бы. На что я, честно говоря, рассчитывал. Мне казалось, что есть шанс. Ну, с Карповым у меня были отношения сложные, но в тот момент, после того, как он меня посетил в тюрьме, мне казалось, что у нас отношения могут измениться. И Дворкович сыграл решающую роль в том, что Лимжинова остался у власти. Карпов посещал вас, пока вы были... Его не пустили, но он пришел туда. Мне даже, я помню, принес там... Ну, так все эти тюрьмщики со мной общались, мне принесли журнал 64, сказали, это вам от Карпова. Я посмеялся, какого Карпову? Он говорит, нет, он там. Потом мама подтвердила, они там встретились внизу. Я правильно понимаю, что Аркадий Дворкович высказался против войны и уехал из России? Нет, неправильно понимаете. Ну, то есть он и уезжает, и возвращается. То, что он сейчас находится. А расскажите, потому что... Я не знаю, где он сейчас находится сейчас, когда мы разговариваем. Скорее всего, в Астане. Там открылся матч на пятницу у меня. До этого он точно был в Москве. Аркадий Дворкович ездит туда и сюда. Мы не будем забывать, что, в принципе, ближайшие, я не хочу сказать, подельники, но, скажем, бизнес-партнеры Дворковича сидят. Братья Магомедовы и Абызов. Так на всякий случай. Это были бизнес-партнеры. Поэтому я полагаю, что он давно там на крючке и, естественно, делает ровно то, что говорят. При том, что вообще он играл довольно важную роль во многих событиях в России. Это все-таки был один из ближайших помощников Медведева. Он был вице-премьером. И ему доверили две такие важные должности в путинской России. Сколково. Он возглавил Сколково. И еще более важное. Он был представителем оргкомитета по проведению первенства мира по футболу. Тут такую должность Путин мог доверить только человеку, которому не было вопросов. А как оценивать его заявление на… Что это было? Переизбрание Фидея? Или когда война только началась, весна 2022 года, когда он… Ну вот то, что он произнес… Я понимаю, что для нас это не очень конкретное высказывание против войны. Для чиновника российского правительства это выглядело как абсолютно заявленная, артикулированная антивоенная позиция. Мне казалось, что после этого не возвращают на работу. Неправильно казалось. Дело в том, что… Один из факторов, который дал такую устойчивость путинскому режиму, это четкое понимание, что нельзя всех стричь по одну гребенку. А Дворкович возглавляет, я не знаю, по-моему, последняя крупная организация международная, которая возглавляет гражданин России. Кажется, еще есть федерация бокса. Может быть, я не знаю, может быть. Но в принципе шахматная… Это огромная федерация с огромными связями. И я думаю, что те, кто курирует Дворковича, а он, безусловно, находится, как говорится, под самым тщательным присмотром, они считают, что, конечно, он должен сохранить всю должность, и поэтому Дворкович сделал все необходимые действия в рамках приличия. Заметьте, осуждение войны же какое? А войну многие осуждают. А что такое осуждение войны сегодня? Да, война – это плохо. Да, война – это… Но, тем не менее, там же ничего нет про Путина, там нет ничего про геноцид, ничего нет про репрессий. Более того, он даже сделал какие-то необходимые шаги, там, скажем, не дать играть под российским флагом. Значит, Россию там попросили из Европейской Федерации, хотя, я думаю, с подачи Дворковича Россия сейчас плавно перешла в Азиатскую Федерацию. На самом деле, в шахматах произошла своеобразная рокировка. И сейчас Россия перешла в Азиатскую Федерацию. Там, естественно, настроения другие, потому что президент Федерации – это шейх один арабский из Эмиратов, а, естественно, там задают он Китай-Индия. Поэтому не исключено, что в этих турнирах, я даже не удивлюсь, если они начнут играть под российским флагом. Вы сказали, где протесты? А где протесты? Где протесты, в самом деле? Где те самые миллионы людей, про которые вы говорите? Где они, эти люди? В апреле 2023 года, вы повторите этот вопрос? Или он в прошлое был обращен? Нет, мне кажется, в прошлое нет. Сделано смешно. Я-то, вообще-то, когда говорю, что когда случилось все это, когда началась полномасштабная агрессия, я как раз защищал ту часть российского общества, которая готова была выйти на улицу, и там десятки тысяч были арестованы людей, говоря о том, что все-таки в России протест до конца не умер. В данном случае никакого, мне кажется, отношения к тому, что там происходило, а до этого не было. Просто свои 14-15%, которые не принимали крымский консенсус, в России всегда были. Для этого не надо было проводить какую-то большую десятилетнюю работу. Они всегда были, это люди, которые отторгали войну, но выяснилось, что никакого расширения этой социальной базы не произошло. Более того, более того, выросло поколение людей. Знаете, мне напоминает, когда споры были еще в 90-х годах, когда я активно поддерживал там, да, уже Гайдара, когда аргумент, скажем, Егора Тимуровича был, что дайте нам время вырастет новое поколение, и вот тогда уже никогда коммунисты не вернутся. Выросло новое поколение. Будем оценивать, какое поколение выросло в 90-е годы, которое должно было добиться успеха в новой рыночной экономике. Вот оно выросло. Вот оно, если не управляет сегодня Россией, то уж, по крайней мере, играет достаточно важную роль во многих этих процессах. Ну, а кто-то вам скажет, что это поколение в 90-е застало великую лицемерную штуку, как выборы 96-го года. Ну, про выборы 96-го года я говорю много раз. Я поддерживаю Ельцина, я считаю, что это было ошибкой. Я считаю, что мы... Ну, вот вы допустили ошибку, а поколение увидело, что, оказывается, демократия бывает избирательной. Бывают выборы, на которые побеждает не демократия, а демократа. Но, тем не менее, тем не менее, выборы 96-го года, они были, безусловно, они были, как они говорят, free and fair, они были свободными, но нечестными. Но проблема, на самом деле, началась раньше, в 93-м году. И опять, я тогда поддерживаю Ельцина, я считаю, что расстрел парламента был, безусловно, решающим, может быть, одним из важнейших... Одно из важнейших век на пути отхода России от демократического пути. И, увы, тогда многие из нас этого не понимали, потому что боялись... Ну, все было по-новому. Боялись возвращения коммунистов. Были и правы. Безусловно, были. Но... Поколение не выросло, поколение не выросло, из-за того, что, в том числе, вы допустили ошибку. Ну, в принципе, я-то по власти не был, между прочим, надо сказать. Вы публично поддержали Бориса Ельцина? Безусловно, поддерживал Ельцина. Ездил, причем, в отличие от, скажем, многих людей, которые сегодня там прославляют режим, не за деньги, а именно из своих убеждений. Я был в Воронеже на авиазаводе. Там самые такие красные регионы. Курс, Калуга, вот куда я ездил. Потому что мне действительно хотелось поговорить с людьми, которые искренне поддерживали коммунистов. Вот я был именно в таких красных регионах. Просто вы переложили ответственность на людей, как мне показалось. По поводу, а вот где, где это поколение? Но это поколение увидело в том числе великую аферу 96-го года, в которой вы так или иначе принимали участие. На самом деле, на самом деле. И оно поняло, что, о, надо же, даже те люди, которые для нас были авторитетны, они могут принимать в этом участие. Афера 96-го года, не надо ее раздувать. Я повторяю, выборы были свободными. Был административный ресурс, были деньги, которые вброшены были, вброшены были в поддержку Ельцина. Было много людей, которые искренне поддерживали Ельцина в тот момент. Потому что боялись возвращения коммунистов и не хотели этого. Но эти выборы были свободными. А вот то, что происходить начало потом уже, ведь на самом деле, как говорится, да, 96-й год, но потом же приходит Путин, начинается вторая Ченская война, взрывы домов и вообще вся эта история. И вдруг выясняется, что многие из тех, кто в 90-е годы был критично настроен, все это воспринял на самом деле. Для меня совершенно очевидно было, куда идет Россия. Моя первая статья о Путине, Уолл-Стрит-Джернал газета 4-й годы 2001 года. Как раз разгром НТВ, первая статья, когда я начал предупреждать о том, куда идет Россия. Раньше меня все понял только Андрей Ильич Пианковский, если говорить просто про хронологию противостояния режиму. И во многом мое решение в 2005 году уйти из шахмата и заняться, в кавычках, политикой, это было честно. Я тогда говорил об этом. Я хотел бы, чтобы мои дети выросли в свободной стране. Сейчас они растут в свободной стране, только в Америке. Но я хотел, чтобы это случилось в России. У меня не было плана, на самом деле, своего личного плана. Моя так называемая баллотировка в президенты, это была попытка продемонстрировать, что это невозможно. Даже в 2007 году я не мог провести, просто сделать первые шаги по регистрации. Тогда уже было ясно, что все избирательные институты стали фикцией. И надо просто понимать, что наш единственный шанс – это тотальное объединение для того, чтобы заставить власть провести нормальные выборы. И как раз в тот момент, еще в 2011 году, у людей, в первую очередь, конечно, в больших городах, ну, в Москве, возникло ощущение, что их обманули на выборах. И это был последний шанс, когда что-то можно было изменить, когда власть еще не дошла до того, что есть и бесстыдство, и агрессия, когда считал, что со всем этим можно разобраться. А потом Крым. После Крыма, на самом деле, все становится на свои места. После Крыма фашистский режим обретает полную гармонию. Вот все эти признаки, по имберту Эка, который там любит приводить, 14 признаков фашизма, там только отсутствовала внешняя агрессия. В 2014 году все стало на свои места, все стало очевидно. И поэтому разговоры о том, что шла какая-то политическая активность в стране, мне кажется, поменьше были странными, потому что эта активность была ровно той, которая была разрешена. Единственный человек, который говорил все правильно про Путина и про империю, был Борис Немцов. Что с ним случилось, мы знаем. Глубокое сочувствие, что случилось с Борисом Немцовым, он невероятно крутой. Вы не допускаете, что его убили без ведома первого лица государства? Нет, конечно. У Бориса Немцова, но в самом деле в любой мафии... Вы не верите в версию, что так хотели выслужиться? Нет. Это я не могу. На самом деле, я не знаю, как работает непосредственно механизм внутри путинской мафии, но мы там смотрели достаточное количество фильмов, понимая, что для этого не надо вождю, боссу и так далее, как вы хотите называете его, диктатору, не надо давать даже прямых указаний. Это фактически молчаливое согласие. Я не знаю, как это было сделано, но убийство Бориса Немцова, так как оно было обставлено на мосту с выключенными камерами полностью, ну, надо понимать, что такие вещи не происходят без ведома первого лица. Так же, как я считаю, что попытка ликвидации Навального, она, безусловно, была санкционирована Путина. То есть, такое не могло случиться без того, чтобы Путин дал отмашку. Никто бы в жизни не пошел бы на это, не имея на это санкции. Опять, это означало, что в какой-то момент не Навальный перешел красную линию, а красная линия сдвинулась просто. Вот то, о чем я говорю, что постоянно сжималось это пространство. А, как говорится, вот 24 февраля, оно надвигалось на нас. Просто этот процесс, как бы, вот издалека его было видно очень хорошо. Многие в России это просто не понимали, им казалось, что эта гибридная демократия будет существовать вечно. Какова ваша позиция относительно допуска российских спортсменов на соревнованиях? Точно такая же, как по отношению ко всем гражданам России, которые просят документы на въезд, на постоянное проживание, банковские счета и так далее. Три пункта осуждения. Значит, я на самом деле это то, что я говорю, это переход как бы из Северной Кореи в Южную Корею. Война преступная, режим нелегитимный, Крым украинский. Ну, опять, это на самом деле как бы упрощенная формула, но есть декларация, которую мы написали, она висит на сайте Российского комитета действия, который мы с Михаилом Ходорковским создали в мае прошлого года. И на мой взгляд, этот долгий разговор, который идет сейчас с европейскими чиновниками, на самом деле мы продвигаемся немного. А то, что сейчас происходит, это на самом деле принципиально неверно, потому что мы не знаем точно о количестве людей, которые сейчас уехали из России. Число это там по разному оценку колеблется от 700 тысяч до двух с лишним миллионов. Я считаю, что в условиях войны человек не должен быть, его нельзя заставить находиться как бы вот на ничейной земле. У него должен быть право выбора. И если вы хотите участвовать в международных соревнованиях, вы должны, мне кажется, в официальных международных соревнованиях, вы должны зафиксировать свою позицию, что означает, что вы разрываетесь с путинской Россией, а больше не прилежите к этому агрессивному фашистскому государству, и тогда вы можете, естественно, принимать участие. Ну, кстати, многие российские шахматисты это сделали, они сейчас перешли в другие федерации, они порвали полгода с Россией. Александра Костянук заявила, что Крым украинский? Не знаю, мне кажется, в общем, она просто мигрировала. Я не читал этого заявления, в принципе, но она полностью порвала все, то есть она уже играет под другим флагом. Почему американские спортсмены не были отстрелены ни от каких соревнований, когда Соединенные Штаты Америки бомбили Ирак? В Ираке была международная коалиция, если я не ошибаюсь, если мы говорим про 2003 год. Кто инициировал эту войну в первую очередь? Ну, знаете, вообще война... Насколько корректно считать, что Джордж Буш младший инициировал эту войну? Это абсолютно... Это, к сожалению, это популярная точка зрения, в том числе и на Западе среди многих людей левых взглядов, о том, что есть какие-то возможности проводить такой моральный эквилибриум. Совершенно очевидно, что, конечно, война в Ираке, она никакого... ни с какой стороны на агрессию против Украины не подходит, ну, ровно потому, что, на самом деле, Америка никаких территориальных претензий к Ираку не имела. Речь шла про войну против диктатора. Ну, значит... Вообще, начало Иракской войны, я не знаю, по возрасту, может быть, не помните, это начало агрессии Саддама Хусейна против Кувейта. Саддам Хусейн... Ну, я уже не говорил про войну с Ираном. Саддам Хусейн занимался, как говорится, поджигательством в этом регионе. Более того, в 1991 году начал реальную захватническую войну, которая привела к тому, что американские войска во главе коалиции появились там, освободили Кувейт. А дальше, ну, этот разговор, было там оружие, массовое уничтожение или не было, это следующий вопрос. Ну, подождите, а разве не общий... Про Кувейт я ничего не говорю. А разве это не общепринятая позиция, что война в Ираке была по ложному надуманному поводу, и это, собственно, даже Соединенные Штаты Америки признали? Вероятно, на самом деле, на мой взгляд, это далеко не очевидно, потому что информация на это еще достаточно туманная. С этим легко жить, потому что можно представить, что там ничего не было. Саддам Хусейн был тираном, деспотом, убийцей. И, в принципе, я считаю, что как человек, который родился в Советском Союзе и понимает, что такое тоталитарное государство, с моей точки зрения, освобождение любой страны от диктатуры не может рассматриваться как аналогичный к тому, что сейчас происходит в Украине. То есть, на ваш взгляд, уничтожение диктатора такой ценой, как это произошло в Ираке, это нормально? Такой ценой. Что случилось потом, это уже во многом связано и с неправильной политикой американцев, и это связано и с тем, что случилось в Ираке. Значит, даже, вот если возьмем тюрьму Абу Грейб, вот эту историю, которая попала на видео, и те люди, которые не убивали, а издевались над заключенными, их наказали. А то, что происходит сегодня в Украине, это неприкрытый геноцид, санкционированный высшим российским руководством. Я очень попрошу не проводить вообще параллель с украинской войной сегодняшней, с любыми событиями, которые случились в последнее время по периметру земного шара, но за исключением тех же геноцидов, которые устраивают китайцы в Суегурами. Хотя, я повторяю, ничего аналогичного по масштабу со временем Второй мировой войны мир не видел. Так, смотрите, я сразу говорю, я не хочу выглядеть человеком с кремлевской пропагандой, я просто хочу логику понять. И как у политика хочу у вас ее понять. Стоп. Смотрите, я правильно понимаю, что вы говорите, что если где-то в мире есть диктатор, то устранить его, введя туда войска, приведя к огромному количеству жертв, это нормальный способ решения проблемы. Передергивайте. 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 Ну хорошо, у меня с логикой не так плохо все-таки, несмотря на возраст. Саддам Кусей не был вообще диктатором, который сидел у себя и ничего не делал. Саддам Кусей уже к этому моменту имел длинную, кровавую историю захватнических войн и многочисленных убийств. Значит, что-то случилось в 2003 году, было там оружие массовое уничтожение, не было. Предположим, его даже не было. Тем не менее, поступила информация, что оно было. И в данном случае, я не сомневаюсь, что решение, которое принимал Буш и принимал Блэр, оно базировалось на этом знании. Я не могу гарантировать, что все было ровно так или иначе. Секундочку, я вот с этим аргументом. Хорошо, поступила информация, Путину поступила информация, что Украина вот-вот нападет на Россию. Но мы знаем, что это бред. Мы знаем, что это бред. А еще раз. Вы сейчас сказали, неважно вы сказали, неважно, было оружие массового поражения. Нет, нет, нет. То, что Саддам Хусейн имел ядерные амбиции, известно. В 1982 году израильтяне разбавили реактор. То, что у Саддама Хусейна было химийское оружие, это известно на самом деле. У осады очень много тоже хранится. Не исключено, что, может, его выезжали оттуда. Опять, есть же кредитная история. Ну что, мы всерьез будем обсуждать кредитную историю Украины как агрессора и Саддама Хусейна? Неужели не стыдно поставить вообще их на одну доску? Ни в коем случае, еще раз, я ни в коем случае, как бы, нет, я ни в коем случае сейчас не говорю, что раз можно было, надо говориться, ни в коем случае, я, разумеется, не веду дискуссию в парадигме того, что раз американцы вели себя когда-то по-негодяйски, то у нас есть карт-бланш на то, чтобы так делать. Нет, эта логика остается пропаганде, я от нее отмежевываюсь всячески. Просто я хочу про другое сказать, что нет ли здесь двойных стандартов? Нет, нету. Ровно потому, что были разные исходные цели были. И опять я повторяю, точно так же можно говорить о том, что в холодной войне все были виноваты. Ну, это позиция, которая, к сожалению, даже в той же Америке есть много людей, которые считают, что в холодной войне виноваты обе стороны. Хорошо, тогда другой пример. Мы уже считаем Си Цзюпиня диктатором или нет? Безусловно. Вот. Есть диктатор в стране, которая называется Китай. И то есть вы допускаете, что когда-то вторгнуться в Китай и каким-то образом решать проблемы с ним, это тоже… Нет, секундочку, опять. Си Цзюпинь является диктатором в своей стране. Заметьте, есть еще Корея, между прочим, она тоже не вторгается. Но если Северная Корея решит напасть на Южную Корею, я думаю, что кончится это так же для Саддама Хусейна. То же самое. Если Си Цзюпинь решится напасть на Тайвань, ситуация может поменяться. Пока Си Цзюпинь занят своей страной. И при том, что он проводит полномерный геноцид уйгуров, это все равно… Или там… Что ужасно. Это геноцид. То, что… И такие же зачистки идеологические в Тибете. Тем не менее, это его территория. И все прекрасно понимают, что за пределы этой территории по крайней мере он не выходит. Саддам Хусейн вышел за пределы территории. Саддам Хусейн финансировал… В 2003 году. Нет, подождите. У него… Были основания полагать, что он готовится выходить дальше. На самом деле, много же историй было конца 90-х годов. Так называемая нефть в обмен на продовольствие. Колоссальная коррупция, в которой влечены, влечены, именно в воде. Но, между прочим, война сама кончилась очень быстро. То, что началось потом, вот ошибки, связанные с так называемой с дебосификацией, когда были просто полностью изъяты все саддамовские структуры, когда начался хаос, когда американцы допустили грубые ошибки в управлении, в выстраивании новой структуры в стране. Но, тем не менее, Соединенные Штаты не оккупируют ничего. Они ушли оттуда. И Дирак они ушли. Так же они ушли из других стран. Америка ничего не оккупировала. Мы же понимаем, что все-таки цели, которые ставил Путин, более того, он их не просто ставил, он их озвучивал. Цели Путина все-таки были с самого начала с 14-го года озвучены, не с 22-го. Не надо делать вид, что война началась в 22-м году. Полная ликвидация Украины как независимого государства. Ну, вам не кажется, это сравнение плохого и плохого? Просто одно плохое с какими-то деталями. Да, Путин хочет оккупировать территорию. Да, Путин, у него там имперские амбиции, какие угодно еще. Да, у Украины, разумеется, не было такой репутации, как у Савдама Хусейна и все остальное. Но, а здесь это просто тоже очень плохо. Для меня, слушайте, я опять, я очень просто смотрю на мир. Мир, на самом деле, двухполярный. В конфликте свободы и тирании я на стороне свободы. Совершенно очевидно, есть демократия, есть тоталитарные режимы. Украина – демократическая страна. Россия – тоталитарное фашистское государство. Савдам Хусейн – бандит, маньяк, убийца, фашист с репутацией. Американцы, даже со всеми огрехами того, что происходило, они эту страну освободили. То, что случилось там потом, я повторяю, связано с большим количеством просчетов, которые были допущены. Но, тем не менее, вообще для меня оскорбительно само сравнение американского вмешательства в 2003 году и ликвидации этого кровавого режима и путинской агрессии, которая началась 9 лет назад и целью которой было провозглашено публично и повторяется каждый день сегодня ликвидации Украины как государства и ассимиляции украинцев, потому что такой нации, по мне, и Путина не существует. Вообще не ставя под вопрос все, что вы предъявляете Путину, но давайте просто зафиксируем в конце уже, подводя итог этой дискуссии. Сколько человек погибло в итоге из-за вторжения врага? Не знаю. Сотни тысяч людей. Здесь появится правильный титр. Допустима ли это цена? Сколько убил Саддам за время своего правления? Сколько миллионов было убито из-за правления Саддама? Давайте так же. Давайте взвешивать надо. Не надо вытаскивать цифры и рисовать их там на экране. Сколько миллионов человек было убито Саддамом во всех войнах, которые он начинал, ущерб, который он причинил, терроризм, который он поддерживал. На самом деле, надо понимать, диктатор – это всегда раковая опухоль. И вопрос, как далеко она может расшириться. Саддам Гусейн со своими амбициями вышел за пределы Ирака. В этом была большая проблема. Но не в 2003 году. Опять же, а мы не знаем, что он хотел сделать в 2003 году. У него была репутация вполне определенная, и информация, которую получали-получали западные руководители, говорила о том, что у него есть такие планы. А я еще раз зафиксирую свою позицию. В конфликте между странами свободного мира и тоталитарными государствами я всегда на стороне свободного мира. А если страна свободного мира не права? В этом конфликте она не может быть не права. Я говорю исключительно про Штаты. Про то, какие злодеяния делает Россия в Украине, разговора нет. Это понятная очередная. Я просто говорю, что Штаты, которые выступают с позиции морального камертона, они тоже не святые. Я обсуждаю это с вами как с человеком, который давно здесь живет. Святых вообще в этом мире нет. И пытаюсь понять, не двойные ли это стандартные, не лицемерие ли это. На самом деле, надо просто понимать, что когда мы доходим до какой-то уровня конфронтации, тут вообще святых не бывает. Ведь можно, в принципе, по сегодняшним меркам вполне сказать, что из Нехауэра и Монгомери были военные преступники, потому что бомбардировка Дрездена, уж если говорить про бомбардировки Второй мировой войны, но она, в общем, скажем так, военного значения не имела. Там народу погибло больше, чем при бомбардировке Хиросимы. Что касается сброшенных атомных бомб, то, скажем, если первую еще можно было объяснить, то чисто военными соображениями. Вторая, скорее всего, была просто продвижением Сталину. Демонстрация того, что Америка может сделать и форсировала капитуляцию Японии. До сих пор в Америке идут споры. Правильно это было сделано, неправильно это было сделано, насколько там нарушены были эти самые морально-этические нормы. Но, в принципе, мы же опять должны понимать, что когда выступает определенный, переходим порог конфронтации, то нет святых, на самом деле. Никто не говорит, что Америка идеальна. В Америке куча своих проблем. И, кстати, мы постоянно видим, как американцы их пытаются решать. Страна сталкивается по очень многим вопросам. Вообще разница между миром свободным и несвободным в том, что свободный мир рефлексирует. Он на самом деле вот этот, вот тот спор, который мы сейчас ведем, он на самом деле ведется и в той же Америке на самом деле. Между людьми одних взглядов и других взглядов. Многие правительства падают, люди уходят в отставки, репутации разрушаются. Это другой мир совершенно, в котором есть место для прогресса. Вот этот спор, он важен на самом деле очень. Я утверждаю, что я прав. И более того, в Америке многие люди со мной не согласятся. И в Европе не согласятся. Но это и есть рефлексия свободного мира, которой ни в России, ни в Китае, ни в Иране, ни в Солу-Скараве нет. Давайте поговорим про паспорт хорошего русского. Еще раз, в какой формулировке это обсуждали вы? Вообще, мем паспорт хорошего русского придумал не я. На самом деле, это вброшено было в интернете в мае прошлого года, когда на нашей конференции антивоенной в Вильнюсе эта тема поднялась. Ее подняли Дима Гудков, я начали обсуждать. А уже тогда нам было ясно, что эмиграция из России примет массовый характер. И уже тогда было ясно, что все люди, уезжающие из России, столкнулись с огромными проблемами. Просто с реальными проблемами. Не-не, я про формировку. То есть, о чем, это было очень громко, поэтому, я думаю, все наши зрители понимают, про что это. Вы формулировку хороший русский внутри своей команды или где-то еще употребляете? Нет. Конечно, не употребляю. Но ровно потому, что я и смотрел кино, и читал книгу «Хороший немец», на самом деле. Good German. На самом деле, эта аналогия мне сильно не нравится. Еще раз зафиксируем. Паспорт, слово сочетание «паспорт хорошего русского» вам не нравится, вы его не употребляете. Нет. И не будете употреблять. Мне кажется, что в этом нет. Ваша формулировка была «европейский русский». Я не уверен, Это вы уже произносили. Да, европейский. На самом деле, еще раз говорю, вот название вторичное, просто «хороший русский» мне слово не нравится, ровно потому, что есть исторические аналогии, которые меня вызывают неконтролируемые аллюзии, негативные. Я считал необходимым вот тогда уже начать процесс, который позволил бы этим людям, а было бы понятно в тот момент, что их станут миллионы, интегрироваться в свободный мир до того, пока нам представится возможность вернуться обратно. И это должно было быть связано с, вот как тогда я так полушитливо сказал, с эмиграцией с Северной Кореи, переходом в виртуальную Южную Корею. То есть разрыв с путинским режимом, который позволил бы этим людям подать документы на визу, на вид на жительство, на открытие банковского счета. На самом деле, сегодня все это для большинства, подавляющего большинства новых эмигрантов невозможно. А ровно потому, что существует куча-куча препон. В первую очередь, связано с тем, что есть определенные отношения к людям с российским паспортом. Вот независимо ни от чего, от их деятельности, просто вот российский паспорт, вообще там даже русская речь, это уже во многих местах это проблема. Это то, кстати, что будет, между прочим, как говорится, преследовать нас еще очень-очень-очень долго. А эту работу мы начали тогда уже, к сожалению, шла она очень медленно, во многом еще и потому, что внутри как бы эмигрантского сообщества вознила такая вот, ну, такая тенденция отторжения. Сейчас, мне кажется, что этот процесс принял более организованной формы, внутри Российского комитета действия, мы как раз этот процесс обсуждаем, организацию, который мы создали с Михаилом Ходорковским. Вот, и недавно у нас были подробные обсуждения, там, и Сергей Гуриев активно в них участвовал, там, Сергей Алексашенко, там, Дима Гудков. И мне кажется, что в Европе возникает понимание того, что надо найти, найти, как бы, конкретное решение этой проблемы. То есть, мы предлагали подписание декларации, фиксирующей отношения к войне, к территориальности с Украиной и к путинскому режиму. Три вещи там нужно было заявить. Против преступной войны. Точнее, война преступна. Режим нелегитимный. Крым украинский. Ну, Украина там, Крым украинский. Окей. Вы сказали, что вам больше нравится формулировка европейский-русский. Поэтому давайте мы так будем ее употреблять. Эту тему обсуждаем. Кто будет принимать решение относительно того, что вот этот человек европейский-русский, а вот этот... На самом деле, значит, декларация, ну, она в более расширенной форме. Когда она подписывается, она должна стать пропуском на регистрацию. Вот, на возможность подать документы, как бы, ну, ликвидировав ту самую стигму, связанную с российским гражданством. Другое дело, что любой человек, подписывающий такую декларацию, становится в Путинг России преступником. Мы это понимаем. И мы считаем, что на сегодняшний день возникла совершенно нетерпимая ситуация, когда огромное количество людей, скорее всего, уже в миллионах исчисляемых, оказываются на этой ничейной полосе. Идет война. И мы исходим из того, что в войне каждый должен право выбрать сторону. Если человек хочет перейти на другую сторону, ему такая возможность должна быть дана. И, соответственно, его должны принять. Я понимаю, что есть еще процедура спецслужб, проверять людей. На наш взгляд, в общем, многие из этих процедур на самом деле можно было бы сегодня опустить, потому что даже понимая, что возможна инфильтрация, тот, учитывая ту халатность, которой Запад штамповал визы для русских, для граждан России, и позволял просто инфильтрироваться на всех уровнях. Вот сегодняшние такие крокодиловые слезы каких-то западных политиков, что вы знаете, вот хлыну там, КГБ использует это, там ФСБ, не важно, то ГРУ, для инфильтрации. Мне кажется, что они просто затеняют проблему. Есть, скажем, миллион человек, которым надо дать возможность интегрироваться, и мы сейчас эту проблему пытаемся решить. Я много ввел работу очень подробную, я выступал перед министрами иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе. Вместе с Иваном Тютерином мы встречались по поручению нашего комитета РКД с комиссаром по юридическим вопросам Евросоюза, бельгийским комиссаром Дидей Рейндерсом. То есть, на самом деле, мы эту тему двигаем, и я думаю, что в этом году мы сможем добиться какой-то реальной подвижки со стороны Евросоюза и правительств этих стран. Еще раз, кто будет определять, европейский это русский или не европейский русский? Мы должны договориться о процедуре. Вот процедура, давайте по пунктам. Я подписываю, допустим, я, я подписываю все эти три пункта. Ну, подписывать декларацию. Куда иду дальше? Дальше, дальше по нашему замыслу, который, я надеюсь, реализуется подписание, публичное подписание, то есть, вы на сайте ее подписываете, вы получаете возможность подать документы, соответственно, на визу, на жительство. То есть, с вас снимаются все ограничения, которые сегодня, которые сегодня преследуют граждане России. Так, то есть, грубо говоря, я заполняю эту анкету, она у меня, как, допустим, ковидный паспорт, сертификат, появляется там в мобильном телефоне в виде файла. И с этим вы можете пойти в идеале, как бы мы это видели. В европейский банк, открыть счет. Вы можете пойти в немецкое посольство в Астане, где там вы находитесь, в принципе, в Бишкеке, и у вас должны принять документы. Вот это. И любой человек это может заполнить. Гражданин России, конечно, да. Но опять, я еще раз говорю, я не могу, значит, заметьте, тем не менее, все равно существуют некоторые процедуры посольства, потому что они могут счесть, что вы... То есть, какое-то количество людей может действительно не получить это. Но, в принципе, задача этого документа это гарантировать, что вот этот миллион с лишним человек сможет, сможет начать обустраиваться нормально, учитывая, что большинство этих людей имеют, уже какой-то успех в жизни, и им дать возможность просто преодолеть эти бюрократические рогатки. Успех в жизни? Ну, они... Большинство их из России сегодня это не, скажем, не представители Уралвагонзавода, скажем вот так. Мне так кажется. Я не прав. Ну, просто как-то пренебрежительно к представителям Уралвагонзавода. я сказал нет. Если мы говорим не про тех, кто зигует за Путина, а просто про простых работников. Нет, я сейчас говорю, я опять, я сейчас, это не, никакой здесь оценки моральной или какой-то политической нет. Я просто говорю о том, что эти люди, аргумент, который мы используем с европейцами, с европейским правительством, это люди, обладающие некоторыми возможностями. Это не те, кто просто, вот опять же, есть же страх европейцев, а понаедут, начнут требовать пособия. Мы говорим о том, что большинство уехавших это люди все-таки обладающие определенными возможностями, и они не станут бременем на системе социального обеспечения в европейских странах. Допустим, эту анкету заполняет жена замминистра обороны Иванова, ту, которую журналисты «Украинская правда» сейчас застали в Куршавеле, и про которую ФБК снял, что она продолжает жить роскошной жизнью в Европе, пока муж занимается войной. Она тоже заполняет эту анкету и автоматически становится там хорошей флэш европейской русской. На самом деле, опять можно сказать, что нет. Во-первых, я сказал, что заполнение анкеты не означает автоматического перехода в новое качество, ровно потому, что требуется все-таки элементарная проверка. Вы взяли какой-то экстренный случай. Почему? Совершенно очевидно, что она является частью семьи военного преступника. На самом деле. Это уже другая история. Более того, можно доказать сразу это, но, во всяком случае, прослеживается прямая связь между преступлениями, в которых участвует ее муж и теми деньгами, которые она располагает. Кто это будет проверять? Вот именно об этом мы сейчас с европейцами говорим. Об этом на самом деле какой-то уровень проверки мы, безусловно, должны гарантировать сами. Это то, что от нас требует. Это тоже определенная система расходов, определенная система. Кстати, об этом Дима Гудков говорил еще в мае прошлого года. Сейчас мы ведем этот разговор на другом уровне уже, но понятно, что вот такие экстремальные случаи, они, конечно, должны отслеживаться на самом раннем этапе, хотя я думаю, что таких случаев будет немного. Будет ли какая-то комиссия, которая будет... То есть, еще раз, мне важно это подчеркнуть, это такая полуавтоматическая процедура при какой-то полутехнической модерации без какого-то совета в лице Гарри Каспарова и его сподвижников, который решает этот хороший, этот европейский... Да, смотри, на самом деле, европейцы очень чувствительны к этим вопросам. Это очень правильный вопрос, на самом деле. Именно поэтому процедура затягивается ровно потому, что они должны понимать, кто с российской стороны в эмиграции будет как бы партнером. Скажем, например, сейчас этот вопрос разбирается с Белоруссией, потому что Лукашенко готовится к лишению паспортов и европейцы готовы на самом деле оказывать вот такие услуги, но там все понятно, там есть Тихановская. Легитимный политик. Все правильно. ПАСЭ, когда исключила Россию из своего состава, приняла решение, ну понятно, ПАСЭ, как бы это Совет Европы, он не несет, как говорится, таких функций исполнительной власти, а это не Еврокомиссия и даже не Европарламент, тем не менее, как бы это стало сейчас общим местом для всех европейских институтов. Они выстраивают такие многополюсные контакты с разными частями российской эмиграции сегодня. Значит, уже такая встреча одна состоялась в Париже 20 марта, на которой присутствовали разные, представители разных групп. Значит, большое мероприятие будет в начале июня, специальная группа, которую возглавляет бывший премьер-министр Литвы и Кубилиус, Андреус Кубилиус. Она ведет работу по сбору, будет там больше сотни представителей разных организаций. 28-29 числа Михаил Ходорковский проводит большое мероприятие в Берлине, на котором тоже будет больше сотни представителей разных организаций. То есть идет процесс формирования какого-то консультативного органа, который для европейцев будет достаточно представительным для того, чтобы получить право на определение европейского русского. Но какая легитимность будет у этих людей? Чем богаты, тем рады. На самом деле можно ничего не делать, на самом деле. Или надо двигаться вперед. Легитимность будет ровно та, что на сегодняшний день есть некоторое количество людей, оказавшихся в эмиграции. Некоторое количество достаточно большое. И есть какие-то представители разных организаций, которые могли бы составить такой консультативный совет. Конечно, до уровня легитимности Тихановская даже близко это не дотягивает. Но тем не менее это по крайней мере возможность для европейцев, для европейских институтов, европейских стран начать диалог, который позволил бы эти проблемы решать. Можно ничего не делать и ничего не решать. Но на наш взгляд было бы по меньшей мере странным, если не сказать хуже, оставить миллиона, может быть, два миллиона человек именно на этой ничейной земле. Надо сделать какой-то шаг, который позволил им начать эту интеграцию. Более того, на самом деле мы же понимаем, что из этих людей может составиться новая российская элита, реальная элита. Не вот этот мусор, который управляет нашей страной сегодня, а те люди, которые могли бы в силу просто своего уже определенного жизненного успеха вернуться в Россию после краха режима и заменить, сколько там нам нужно заменить, 50-60 тысяч вот этих бюрократов, составляющих вот эту основу путинской вертикали. То есть, это на самом деле и потенциальный вклад в будущее. И более того, европейцам еще кажется перспективным интеграция этих людей сейчас в русскую диаспору, которая, как мы понимаем, во многих странах она поражена вот этими ватными настроениями. И это тоже может помочь разбавить вот этот негативный дискурс, который, к сожалению, сегодня доминирует во многих русских общинах, в первую очередь таких староэмигрантских, от Брайтон-Бича до Берлина и Тель-Авива. Возможно, главная претензия к этому паспорту, в России есть очень много людей, многих из них я знаю лично, кто так же ненавидит Путина, как и вы, так же против этой войны, так же считает Крым территорию Украины, но он не может уехать из России сейчас, потому что он зарабатывает гораздо меньше, чем вы, чем я, их финансовые возможности гораздо меньше. Поскольку заполнение этой анкеты подразумевает, что ты не находишься в России, поскольку уже ее заполнение это уголовное преступление в сегодняшней военной диктатуре российской. И получается, что если ты небогатый русский, значит, ты не европейский слэш нехороший русский. Не кажется ли вам это глубоко несправедливо? Жизнь вообще полна несправедливости, тогда просто логику вашу развиваем. Давайте ничего не делать. А ровно потому, что я не могу сейчас решить вопросы за всех. Россия погрузилась в такую бездну сейчас, безумие, из которой нужно долго выходить. И вот можно сделать что-то для того, чтобы помочь всем людям, а их уже много, оказавшимся за границей. Миллион, два миллиона. Если исходить из вашей логики, делать ничего нельзя ровно потому, что они добились какого-то успеха, и поэтому, чтобы не обижать тех, кто остался в России, давайте ничего не будем делать для этих. Ну как? Мы можем что-то сделать вот сейчас. Есть такая возможность, и если ее упустить, то мы просто потеряем может быть не только уважение тех людей, которым мы могли бы помочь и не помогли, потому что мы говорим про конкретную вещь на самом деле. Не вообще про какие-то там изменения, а про конкретных людей, про тысячи и тысячи людей, которые могут вполне устроиться сегодня. И это тоже граждане России. И мы можем им помочь. Так что, думая о том, что остались миллионы, которым мы помочь не можем, мы должны проигрывать этих людей. Это заявление было сделано в мае? А в мае, в мае, в прошлом году? Прошла конференция в мае прошлого года. Сейчас апрель. 11 месяцев прошло. Я не вижу ни единого сдвига в том, чтобы эта идея воплотилась в жизнь. Нет, секундочку. На самом деле, мы имеем дело не просто с бюрократическим пластом Евросоюза и многих стран европейских. Мы имеем дело с ситуацией войны, когда для многих европейских стран вообще любые предложения, касающиеся граждан России, были неприемлемы. Этот процесс начался тогда, хотя на первом этапе его тормозили, между прочим, склоки внутри эмигрантской среды. Первая попытка, это был август-сентябрь прошлого года, тогда были разосланы первые письма. Я не буду называть руководителей стран, к которым я обращался, ответ был один, на самом деле. Просто я не хочу спекулировать, как говорится, именами премьер-министра или президента, к которым мы обращались. Да, мы считаем, что идея правильная, политически сейчас она невозможна на сегодняшний день, потому что, скажем там, Украина будет категорически против вообще любых попыток что-либо делать. Процесс идет медленно, но я уже повторяю, Европа сдвинулась в этом направлении. И ПАСЭ, и Еврокомиссия, и Европарламент начали с нами работу. И то, что там сейчас, вот я надо сказал, комиссия, которую возглавил Кубилиус, она работает долго, бюрократия вообще работает долго. А учитывая, повторяю, вот всю щепетильность этой ситуации и очевидную проблему того, что Европа должна найти то решение, которое, ну, не будет выглядеть политически невозможным для руководителей многих стран, которые занимают, скажем так, крайне, общественные мнения, которые настроены крайне негативно по отношению ко всему русскому сегодня. Так вот этот процесс, он медленный, но он двигается. К сожалению, повторяю, у нас не было пока единого фронта, мы только-только начали сейчас его формировать, и я надеюсь, что в этом году эта проблема будет решена. На это есть уже все основания полагать, что к осени мы сумеем наконец пробить это решение на исполнительном уровне в Евросоюзе. Вы сказали про склоки в эмигрантской среде. вы в одном из своих интервью употребили фразу «либеральная шушера». Так-то вы тоже участник этих склок? Да, бывает, мы все горящимся. Хотя, в принципе... Кого вы имели в виду и почему вы это сказали? Ну, дело в том, что, мне кажется, весь наш разговор сегодня, он так иначе касался этой категории людей, которые находились в России. В общем, если, как вы сами говорили, ретроспективно смотреть на историю последних десяти лет, я наслышался от них достаточно оскорблений, связанных именно с тем, что вы не понимаете, что там происходит, и вообще вы ирелевантны. Вот это все я слышал, и это постоянно... Это то, с чем меня встречали во многих высоких кабинетах. Ну, что вы говорите? А вот посмотрите, вот серьезные люди в России говорят, что вы ничего не понимаете. А я это слышал много лет. Да, это действительно, это, ну, скажем так, какое-то ощущение такого там реванша было, что я мог сказать, что действительно, я был исторически прав. Хотя, честно говоря, мне это совсем неприятно сейчас, глядя на тот кошмар, который происходит в Украине. Подождите, серьезные люди говорили в России, что... Нет, серьезные люди... Вы цитируете сейчас кого-то в кабинетах западного мира, кто говорили, что вот серьезные люди говорят, что ты не понимаешь. Но вы же сказали некоторое время назад, когда я попросил вас сравнить с Навальным, и вы сказали, что мой авторитет точно больше. Как тогда на этот авторитет могли повлиять люди, чьи авторитет все меньше? Во-первых, не авторитет, а репутация. Репутация. Есть большая разница. Давайте не путать слова. Давайте уточним, какая. Репутация человека, который четко отстаивал определенные ценности. Вот. Надо сказать, что если говорить про авторитет, то, к сожалению, мой авторитет стал, я не скажу, непрерыкаемым, но он перешел как бы в иную категорию после 24 февраля 22 года. Я на самом деле прошел период, когда на многих, когда я говорил уже в выступлениях моих, вообще просто политическую тему снимали, потому что корпорации, которые работали в России, они не хотели никаких проблем со своим бизнесом, зная мои политические взгляды. После 24 февраля 22 года ситуация изменилась. Повторяю, мне это не доставило никакого удовольствия, но сейчас к моим словам относятся по-другому. Ровно потому, что много лет, но я был там глазом вопиющего в пустыню. Просто тоже, чтобы уточнить, вы когда-нибудь встречались с руководителем уровня канцлер Федеративной Республики Германии? Канцлер... Ну, с канцлером Германии, либо с фрау Меркель, либо с Шольцем. Нет, с Шольцем я не встречался, ну, я знаком, но я не встречался так, как вот это вот требуется вот встреча вот такая. С Меркель? С Меркель, нет, никогда не Меркель. Меркель была из другого профсоюза, вообще совершенно. Другого профсоюза? Ну, в данном случае, взгляды Меркеля, они сильно расходились с моими, все-таки. Фрау Меркель сыграла, два человека, я считаю, фрау Меркель и Барак Обама сыграли ключевую роль в том понимании западного мира, который сложился у Путина. Ну, потому что не додавили его после аннекси Крыма. Фрау Меркель сделала все, чтобы ликвидировать альтернативные источники поставки газа в Европу. Это как бы ее дело. А Обама начал отступать по всему фронту, забывать вообще его фразу в этот, включенный микрофон Медведеву, что передайте Владимиру, что я буду more flexible. Он и был more flexible. В Сирии, после Крыма и так далее. То есть это два ключевых политика, на которые лежит ответственность, что Путин пришел к выводу, что делать можно за все, что угодно. Просто Навальный встречался с фрау Меркель. Да, в больнице, но тем не менее, тем не менее, это все-таки какой-то контакт. Безусловно, да. И это какое-то признание. Ну, так, количество людей, с которыми я встречался, оно, в общем, могу назвать несколько премьер-министров, например. Я понимаю, что это не Германия, а министра странных дел там количество будет гораздо больше. Миша Ходорковский встречался тоже со многими людьми, кстати, не в больнице. Ну, опять, еще раз говорю. Мои проблемы, вот почему, почему встречи, скажем, могли быть на уровне министра странных дел, но никогда не поднимались выше. По одной простой причине. Я говорил вещи, которые были неприятны, крайне неприятны. Я говорил о том, что путь надо останавливать, а политический курс во всех этих странах был другим. А конфронтация с Путиным казалась абсолютно бессмысленной. Я призывал к конфронтации, потому что она уже началась. Я говорил о том, что идет фактически четвертая мировая война, если считать третьей мировой холодной войной. И Путин готовится к решающему наступлению. Но это было непопулярно. И ровно потому, что гораздо больше людей, которые знали Россию лучше меня, говорили обратное, вот у меня были проблемы с тем, чтобы мое послание кто-то услышал. Хотя я написал книгу в 2015 году, зима наступает. Можете почитать рецензию на нее в Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост, разгромную рецензию о том, что вообще это, как бы, нельзя всерьез воспоминять такие книги, потому что там атака на Обаму была, совершенно позорная рецензия в Нью-Йорк Таймс. Так что я к этому как бы привык и я просто понимал ограниченные своих возможностей, особенно после того, как убили Борю и как бы этот человек такого же калибра, который говорил схожие вещи, он как бы, он ушел. У вас помимо российского гражданства есть гражданство Хорватии. Почему Хорватия? Ну так получилось, когда мне пришлось уезжать, потребовался новый паспорт, а мне надо было перемещаться по миру, я понимал, что с российским паспором я далеко не уеду. Вам просто его не будут продлевать. Естественно, да. Он у меня истекал в 16-м году, но и кроме того, я уже понимал, что скорее всего отъезд не на год, не на два. С Хорватией меня связывает такая длительная дружба. У меня было много друзей хорватов еще до вообще распада Югославии. А в 91-м году, в конце 91-го года я был, наверное, одним из первых в мире, кто поддержал Хорватию. Мои друзья были из Вуковара, начались бои в Вуковаре. И в 92-м году я открыто выступал на стороне хорватов. И с 93-го года так получилось, я каждое лето проводил в Хорватии. Баку осталось уже в прошлом, я все-таки искал какое-то море себе теплое. И, в общем, получилось так, что Хорватия стала идеальным местом. И 20 лет я туда ездил, в Хорватию каждое лето. Сначала в одном месте, потом в другом месте, потом там третье место нашли мы. Но, в принципе, эта связь с Хорватией, она укреплялась. И когда действительно мне потребовалась помощь, я обратился в хорватское правительство и тогдашний премьер-министр, сегодня президент. Кстати, что интересно, сегодня мы с ним разошлись в политической оценке, потому что он занимает по Украине несколько иную позицию. Миланович, он сказал на заседании правительства, что Гарри помогал нам, когда нам было трудно, сейчас ему нужна помощь. И решением премьер-министра выписан был паспорт для меня, таким спецрешением. И через год получила моя жена гражданство хорватское. Жена впоследствии получила американское гражданство, а я здесь живу на грин-карте. У вас была позиция, что если ты занимаешься российской политикой, то американский паспорт тебе всегда будет мешать. Вы поэтому не стали получать? Это неправильно просто, с моей точки зрения, потому что здесь надо приносить присягу, на самом деле ты становишься гражданином США, и ты не можешь уже делать вещи в России, которые бы не были, ну как-то входили бы в какой-то диссонанс с американским гражданством. Поэтому я живу здесь на грин-карте, при том, что дети родились в Америке, у них американские паспорта, уже не американский паспорт, в том числе, как и хорватский. Но я считаю, что получение паспорта было бы абсолютно неправильным, если я хочу как-то продолжать влиять на ситуацию в своей стране. И надеюсь, что мне удастся это сделать и уже по окончанию путинского правления, после краха путинского режима непосредственно у нас дома. Давайте чуть-чуть про легитимность поговорим. В чем вы измеряете политическую легитимность? А где? Ну, если мы говорим про российскую политику. В российской политике нет легитимности, потому что это диктатура. Вообще легитимность, на самом деле, она же зависит от строя. Например, есть легитимность монархическая. Мы понимаем, что есть монархия, скажем, вернемся в прошлое. У монархии есть понятная легитимность. Это династическая легитимность, божественное право и так далее. Мы говорим про... Есть легитимность демократическая. Да. Демократическая легитимность есть. Скажем, мы понимаем почему там Байден президент США, например, как работают институты здесь, или как работают Шольц канцлер Германии, или там я не знаю, там Кая Каллас выиграла выборы в Эстонии. Мы понимаем, как это работает. Диктатуры, на самом деле, имеют совершенно другой тип легитимности. Мы можем поговорить про два типа диктатур, при которых мне и вам довелось жить. Первая диктатура советская, на самом деле. Эта диктатура все-таки имеет под собой идеологическое основание. Она не завязана только на первое лицо, потому что лицо может меняться. Даже могут происходить перевороты, связанные с Хрущевым, Брежневым. Это диктатура, имеющая под собой идеологический фундамент. А бывают диктатуры, которые являются персонифицированными. Вот, скажем, этот процесс сейчас в Китае происходит. В Китае была идеологическая база, а сейчас мы видим, что фактически становится единоличной диктатурой. В России процесс закончился давно, на самом деле, этот. И диктатура путинская, она является диктатурой единоличной, поэтому в этих условиях говорить про какую-то легитимность в российской политике бессмысленно. Там нету пространства, в котором легитимность может существовать. Есть диктатор, все остальное выстраивается вокруг него. Он позвоночник системы. Все остальное функционирует поскольку диктаторы его окружения готовы это допускать. Ну просто вот как поправлять, как профессиональный политик, как легитимность политиков в такой среде, как Россия, в диктатуре, где выборов честных нет уже много лет, понимаю я. Это все-таки некая поддержка людей. И в целом мы этого забыли или не помним, те, кто моложе меня, даже не знают, что вообще-то как бы политики это представители людей. То есть это, грубо говоря, вот такие публичные личности своими очень грубо, очень грубо со своими фан-клубами или со своими сторонниками. Как вы думаете, сколько сторонников у вас в России? Не знаю. Честно говоря, мне это неинтересно. Неинтересно? Нет. Что неинтересно? Сегодня. А должно быть интересно. Ну, человеку, который так или иначе занимается политикой России... Я пытаюсь спасти свою страну, которая сегодня ведет чудовищную войну совершенно, преступную. И я не сомневаюсь, что есть много людей, которые разделяют мои взгляды. Проблема в том, что как бы я нахожусь достаточно далеко и не располагаю теми средствами контакта с этими людьми. Я подозреваю, что людей достаточно много, но, увы, сегодня моя страна находится там в положении Германии 44-го года. Вот вопрос Тому Суманову задали. А сколько человек разделяет ваши взгляды господин Манн или Марлен Дитрих, например, в 44-м году? Или даже в 43-м году? Я хотел бы посмотреть на его ответ вообще. Ну, я думаю, те люди, которые были против Гитлера и которых гестапо не перемололо, я не знаю, сколько таких было. Я не знаю, сколько таких было в Германии. Но я знаю, что такие есть в России. Секундочку. Но я знаю, что такие есть в России. Безусловно, они есть. Но я не могу это измерить. Вот эти люди, и я тоже не очень понимаю контакты достижения... Контакты по информации, которые были, и сколько людей вот эти радиообращения Томаса Манна получали. Но те, кто были против Гитлера, я думаю, Томаса Манна поддерживают. Безусловно, Секундочку. Но он точно так же не мог ответить на этот вопрос ровно потому, что никто этого не знает. Потому что вы не можете определить сегодня. У нас нет возможности провести этот разговор по поводу того, является Россией империей, насколько преступная война. Опять, вы снова, мне кажется, пытаетесь привести ситуацию к каким-то демократическим нормам. Потому что у какого-то человека может быть гораздо больше сторонников, ровно потому, что власть считает, что он менее опасен для нее. Вот и все. И поэтому у нее есть возможность до них достучаться. А у других нет такой возможности, потому что власть им не дает этой возможности. Еще раз возвращаюсь к тому. Борю убили, потому что... Кстати, он гораздо менее популярный, чем Навальный был. Я думаю, что уже в тот момент было понятно, что сторонников Навального было гораздо больше, чем у Боря Немцова. Но убили Борю Немцова. Ровно потому, что Боря был антиимперским. Боря выступал против режима, Боря хотел смены режима, а не продолжение вот этого, значит, тени толка, в принципе, вот мобилизации людей без конкретной цели. Режим четко, почему он 23 года в власти уже находится Путин. Давайте дадим, как говорится, должное режиму, который с него продержаться столько и стать врагом всего цивилизованного мира. Ровно потому, что они четко понимали, кто является их врагом. И этих врагов уничтожали или изолировали. А то, что не представляло угрозы, оно могло развиваться. До определенного момента. К 20-му году они решили от Навального тоже избавиться. К этому моменту сочли, что и Навального стало слишком много. Почему я спрашиваю? Просто я вижу в ваших словах, и что-то... Ну, вы даже сами сказали, что у вас есть некая обида, и вы произнесли слово «реванш» относительно того, что вас часто попрекают тем, что вы потеряли связь с Россией, и при этом говорите, что моя репутация и все остальное, оно выделяет меня на фоне многих других российских оппозиционеров. И постоянно пикируетесь с теми, кто оставался в России, пытался что-то делать. Но я вот смотрю на это как непрофессионал. Я вижу вас, великого шахматиста, чемпиона мира, и действительно человека, которого знают на Западе миллионы людей. И я вижу Илью Яшину, например, человека, у которого верхом политической карьеры был муниципальный депутат Красносельского района города Москвы. И пусть это нельзя доказать уравнением или какой-то там статистикой, но моя гипотеза, я думаю, она у многих найдет понимание, что вот если бы завтра была бы возможность техническая вывести, вам оказаться обоим, ему на свободе, а вам в России, и вывести людей на улицу по какому-то поводу, то за Ильей Яшиным пошло бы гораздо больше людей. Потому что вот его количество сторонников сейчас, оно несоизмеримо больше. И про Илью Яшина, как и про политика, я понимаю, чьи интересы он представляет. В том числе и мои, хоть и у меня не было возможности за него голосовать, но я, безусловно, это один из тех политиков, которого я хотел бы проголосовать или там повыбирать между ним и кем-то еще на каких-то выборах. А кого представляете вы? Не до конца понимаю я, и не до конца понимаю большое количество людей, которые в том числе разделяют большинство ваших взглядов, и особенно взглядов на Путина и на войну. А кто организовывал эти большие демонстрации с 2011 года? Это было 12 лет назад. Нет, подожди, секундочку. Вы были одним из организаторов, но это было 12 лет назад. Ровно потому, что тогда такая возможность была. После этого власть этой возможности меня лишила, ровно потому, что, в отличие от Ильи Яшина, я занимал принципиально иную позицию по главным вопросам. В первую очередь по вопросам имперским. Илья Яшин продолжал функционировать в России и продолжал считать, что можно заниматься политикой в фашистском государстве. И до какого-то момента власть Илья Яшина терпела. До какого-то момента. Кстати, чуть ли не до 24 февраля. Терпела. Значит, мои разногласия с этим так называемым политическим классом в России были всегда очень простыми. Я утверждал, что в России после 2012 года любая политическая активность возможна только с разрешения власти. Вот и все. И если вы занимаетесь так называемой политикой в России, то это значит, что власть по каким-то причинам, нам, может, до конца неизвестно, может, она даже ошибается. Вам это разрешают. Мне этого возможности не было. Как у многих других людей, которых власть эта возможность лишила. Боря пытался заниматься политикой, когда власть, видимо, четко зафиксировала, что ему это делать не надо. С ним разобрались окончательно. Поэтому, мне кажется, сама постановка вопроса, она выглядит, опять, не очень этичной, ровно потому, что у меня таких возможностей нет. Но я еще раз привлекаю внимание, вот ко всем слушателям, которые смотрят, России предстоит пройти период просто чудовищных унижений просто. Надо восстанавливать репутацию страны. И кто ее будет восстанавливать? Илья Яшин. Уж вспоминать, как Илья Яшин пытался обелить агрессию против Грузии на заседании солидарности, я могу это тоже вспомнить. И опять, люди, которые жили в России и продолжали заниматься в кавычках политикой после Крыма, репутации такой не имеют. Нам надо выстраивать отношения с остальным миром будет. И кто этим будет заниматься? Кто? У кого есть даже толика малая репутация, чтобы попробовать вернуть нашу страну на путь цивилизованного развития? Или в итоге станем китайской провинцией? Вот я ровно об этом говорю, поэтому я не собираюсь участвовать в выборах, я повторяю, я не являюсь даже политиком в полном смысле этого слова. Я хочу, чтобы Россия вернулась на стезю цивилизации, потому что это очень важно для всего мира, куда пойдет вообще вот этот баланс. У нас еще есть Китай, у нас есть куча диктатур в мире, с которыми надо бороться. Если Россия будет вот в этом межумочном состоянии, а еще хуже, если она тотально просто развалится на части, что вполне может случиться. А я говорю именно хуже, не потому что я хочу, чтобы империя сохранилась, меня там могут радикальные люди еще более радикально обвинять в этом. Нет, скорее всего, империя в том виде, в каком месте, не сохранится. Какой-нибудь Татарстан, Башкортостан, может быть, какие-то другие части, Чечня, они захотят отделиться. Вопрос в том, что тотальный распад России – это усиление Китая. Это на самом деле изменение баланса между силами свободы и тирании в мире не в нашу пользу. Вы про Илью Яшина сказали, про то, что он пытался оправдать агрессию в Грузии в 2008 году. Сколько лет назад была агрессия Грузии и вот эти слова на заседании Солидарности? В 2008 год, когда мы принимали резолюцию. 15 лет назад. Мог ли Илья Яшин за это время измениться? Вполне мог, но, насколько мне известно, не изменился, ровно потому, что до 22 года, в принципе, никаких 24 февраля, никаких заявлений от него, четко фиксирующих, скажем, вопрос, Крыма, я не слышу. Может, я пропустили? Да, а вы допускаете, что пока вы были не в России, вы в целом пропустили многие какие-то изменения людей и в том, что Навальный из имперца превращался в вполне себе прогрессивного европейского политика, в том, что Яшин из такого какого-то там блеклого паренька из протестов превращался в полноценного настоящего политика, который отстаивает интересы людей, что вы просто многое пропустили? Ну, может быть, многое пропустил. Значит, вот пропустил тотальную фашизацию страны, когда сотни тысяч наших сограждан творят чудовищные преступления в Украине. А да, пропустил, да, наверное, пропустил. Только вот итогом стало вот то, что сейчас происходит в Украине. Неужели вы не понимаете, что... Политик Яшин, политик... Кого он представляет? Он находился в Мосгордуме, пока ему разрешали... Или, да, в муниципалитете пока разрешали. Выгнали щелчком просто. Ну, неужели непонятно, что вся политическая жизнь в России управлялась из Кремля? Да, были какие-то муниципалы, ровно потому, что власти это было нужно. Потом их всех выгнали. Захотели, выгнали в одну секунду. Не бывает политика, которая полностью зависит от прихоти диктатора. А может быть, они изменились. Только опять повторяю, я, может быть, тотально упустил, как они протестовали против аннексии Крыма, против преступлений путинского режима. Многочисленных. Ну, пропустил, наверное. После аннексии... Когда случилась аннексия Крыма, в России, в Москве был гигантский, многотысячный митинг. Потому что Боря Немцов жив был. Потому что Боря еще был жив, и поэтому Боря все это организовывал. А после 15-го года как-то с этим смирились. Вот и все. Не надо рассказывать опять про Илью Яшина. Боря Немцов... Эти фотографии я хорошо помню. Боря Немцов занимался всегда принципиальной политикой по Украине и был как раз двигателем вот этого антиимперского протеста. С какого года у вас здесь квартира? Мы сменялись квартиры. Первую квартиру в Нью-Йорке, мы небольшую купили в 2005 году. А квартиру, в которой мы живем сейчас, мы купили в 2009 году. Насколько верна информация, что она стоит больше 3 миллионов долларов и миллион вы брали в кредит? Ну, все правильно. Тогда, когда мы покупали, она так и стоила. И да. Сколько стоит сейчас, я даже не знаю. Информация правильная, потому что, видимо, в тот момент те, кто пытался расследовать историю моей недвижимости, они, в общем, просто взяли данные из открытого доступа в Нью-Йорке. А 3 миллиона... 3-400, кажется, там было. Это сколько квадратных метров? У нас сколько квадратных метров там? 170. Правильно ли я понимаю, что значительная часть вашего заработка сейчас? Это лекции по всему миру? Основные. А что вы на этих лекциях рассказываете? Ну, с лекциями я начал заниматься еще как бы на излете своей шахматной карьеры. Это 2003-2004 год. Тогда я говорил про способы достижения цели. Такие они были довольно, как бы, общие, скажем. Рассказывал про то, как я добивался успеха в шахматах. Потом они начинают более, более как бы уже концентрироваться на вопросах стратегии, потому что в 2006 году выходит моя книга. По-русски она называет «Шахмат как модель жизни». How Life in the Chess. Оригинальное английское название было. Большинство лекций того периода это как раз вопросы стратегии, тактики, применение шахматного опыта к каким-то другим сферам человеческой деятельности. Начинает появляться компьютерный элемент в лекциях еще. Постоянно всегда присутствовал какой-то политический элемент, хотя надо сказать, что в те годы многие организаторы, они просто либо настоятельно просили, либо даже включали в контракт требование не упоминать Путина и вообще как бы никак не фиксировать мою позицию по путинскому режиму. Даже западные компании? Нет, именно западные компании. Некоторые просто фиксировали это в контракте. Я даже по этому поводу шутил, что Путин там идет как Валдеморт и я себя чувствую, ими нельзя упоминать, а я себя чувствую Гарри Поттером. Вы знаете, что такое инфобизнес? Да. А вот первые лекции, когда вы рассказывали, первые лекции были похожи на инфобизнес скорее? Ну, в первую очередь, опять, меня просто звали... Как добиться цели, стать идеей. Естественно, да, потому что меня звали, потому что я был успешным человеком, я мог как-то поделиться своим опытом. Ну и чем дальше, тем больше становится компьютерного элемента. Ну, в 2015 году выходит моя книга «Зима наступает», «Winter is coming», а в 2017 ключевая книга это «Deep thinking», «Человек и машина» опять в русском переводе. И вот с этого момента практически все лекции связаны именно с отношениями человека и компьютера. Ваш гонорар составляет около 50 тысяч долларов за такую лекцию? Ну, от 50 тысяч. От 50 тысяч. Насколько я понимаю, бывшие президенты США примерно столько за лекцию берут? Надо больше раз в пять больше, но неважно. А-а. Ну, слушайте, как бы... Ну, это огромные... А кто заказчики? Это корпорации? Ну, сейчас на фоне, на фоне тех денег, которые получают люди, которым по-настоящему нечего сказать, это, в общем, очень, очень умеренный гонорар. Кого вы имеете в виду? Ну, их очень много. Я себе думаю, людей, которые просто выступают, просто рассказывают о вещах, которые имеют, скажем, весьма отдаленное-отдаленное представление. А что касается президентов США, там, ну, так просто, чтобы понимать, в общем, масштабы гонораров, Обама получил за свою книжку, по-моему, 65 миллионов долларов баланса. Так, на всякий случай. Вот. Ну, Клинтон получает, я не знаю, получал 250 тысяч, но, по-моему, мне кажется, сейчас это еще выступает. Я думаю, что гораздо больше. А как вы к Тони Робинсону как к лектору относитесь? Ну, хороший лектор. Хороший? Ну, опять, я еще раз говорю, я не комментирую людей, с которыми меня могут связывать какие-то профессиональные отношения. А у вас есть с ним отношения? Нет, но могут связываться. Я повторяю просто, как бы, вообще, ну, любые комментарии в профессиональной сфере, ну, для меня, мне кажется, должны, ну, должны быть исключительно сдержаны. Ну, политиков же вы не сдержаны? Это другая история, совершенно, на самом деле. В политике мы говорим про конкуренцию идей, на самом деле. Здесь мы говорим про способ, как говорится, ну, заработка и то, как человек представляет свои идеи. Я стал с многими лекторами. В принципе, у меня, как бы, мои представления о том, как и что надо говорить, они несколько отличаются. Я вообще, ну, выбиваюсь из общего ряда, потому что у меня есть несколько тем, и в зависимости от аудитории эти темы могут видоизменяться. Например, если говорить уже про политику, то после 24 февраля 22-го года все кардинально поменялось. Вот те же самые организации, которые говорили, что не надо ничего нам про Путина, сейчас я сильно востребован, ровно про это, потому что тема стала главной, стала, она не просто актуальна, она на самом деле во многом влияет на те решения, которые эти люди принимают, и поэтому, скажем, запрос на точку зрения человека, который, в отличие от многих, был прав на протяжении многих-многих лет, потому что я говорю какие-то вещи, которые не воспринимались, в том числе и на Западе, и потом выяснилось, что так и случилось. От 50 тысяч долларов за лекцию, а в год сколько лекций у вас получалось? Достаточно. 10-20? Ну, конечно, больше 10. Ну, есть еще я, как я уже упоминал, я работал 6 лет с Avast Software, у меня был отдельный контракт, у меня есть как раз отдельный контракт с компаниями, которые тоже привлекают меня для написания каких-то статей или для выступлений в их коллективе. С Avast-ами я работал 6 лет, это 3-4 конференции в год было, плюс я написал 36 эссе, которые связаны были с темой это Cyber Security, вот как бы кибербезопасность и Privacy. Это вообще тема, на которой я специализировался. Вы проводите Конгресс Свободной России. Форум. Форум Свободной России. Если коротко, для чего? На самом деле это была просто попытка найти какой-то алгоритм взаимодействия миграции, тогда еще малочисленный, и тех людей, которые были в России, потому что несмотря на многочисленные обвинения вот в отрыве от Родины, как минимум 60% участников форумов, а первый был в марте 16-го года, были из России. Как минимум 60%, даже на данное число там доходило до 70%. То есть это был, это оказался очень удачный опыт взаимодействия. И, кстати, вот говоря про оценку вообще деятельности, опять вспомню Боря Немцова, он всегда говорил, что в условиях диктатуры единственный способ понять, насколько ты как бы эффективен, это реакция власти. Значит, ну будем говорить о тот объем грязи, который выливался на форум на главных каналах российского телевидения. Я думаю, что вот если так оценивать, то я думаю, что там никакие муниципалы, я думаю, даже Навальному будет трудно конкурировать, если мы начнем вспоминать, что говорили про форум там Соловьевы и Ижи с ним. Это на самом деле опять реакция власти на какие-то события, которые вышли из-под их контроля. Почему она власть так бесилась всегда? Потому что происходили события, которые она не могла контролировать. Да, форум инфильтрировался, но мы внимательно слили за тем, чтобы там это не стало критической массой. Да, слушайте, ну власти на Навального реагировали. Просто не хочу к этому возвращаться снова. Подождите, опять, я еще раз говорю, а власть на каждый форум, на каждый форум программы специальные выходили, уж нас обвиняли в самых смертных грехах. Что интересно, скажем, там медуза и дождь там просто нас полностью игнорировали. Ну не было таких событий. А вот просто тоже надо понимать, как бы, да, вот это было вот это слишком радикально, трогать это лучше не нужно. Но власть, на самом деле, опять, власть точно знает, кто ее враг. И форум с самого начала своего существования стал врагом номер один для главных программ российского телевидения. Орудий главного калибра всегда били по нам. Там два дня, мы знаем, суббота, воскресенье всегда были программы, которые просто проезжались катком по нам. Сейчас для чего это проходит после начала войны полномасштабной? Сейчас, на самом деле, мы перешли в режим вот этих конференций, на самом деле. Это попытки найти, найти действительно алгоритм объединения разных политических сил. И, кроме того, что очень важно, поддержать вообще репутацию России. Опять, я еще раз привлекаю внимание к тому, что мы вообще действуем на территории тех стран, там, скажем, Литва, Латвия, где есть проблемы, на самом деле. Есть проблемы вообще с отношением ко всему русскому. Мы, в принципе, поддерживаем репутацию вообще всей страны в условиях, когда, я повторяю, Россия сейчас находится на положении Германии с 44-го года. Можете представить себе, что будет дальше? Когда война кончится, Украина победит, освободит Крым, поднимет флаг Севастополя украинский, в Ахтияре, как они сейчас, видимо, переименуют. И после этого начнется бесконечная череда расследований, преступлений, которые там совершались. В каком положении будет Россия, на самом деле? В каком положении будут все граждане России? И кто-то должен будет вообще этим заниматься, чтобы действительно наша страна могла занять подобающее место в этой, в мировой системе свободного мира? Я не был на форуме, но читал репортаж, с последнего репортаж «Медузы», а с того, который был в августе-сентябре, 2022 года, Илья Азара. Закончил Невзлин свою речь словами «Слава Украине», на что участники ужина громко ответили «Героям слава» и зааплодировали. Раздался звон бокалов, а Невзлин сменил саксофонист, заигравший легкий джаз. Ну и в целом этот репортаж, который очень сильно срезонировал и показал… Ну, надо сказать, что у нас качество Илья Азара представляет ровно ту самую категорию людей, которую я писал так красочно, которые нас долго игнорировали. «Медуза», кстати, впервые написала про форум. Вы считаете, Илья Азара либеральные шушеры? Безусловно, конечно. Безусловно. Это люди, которые полностью игнорировали ровно потому, что мы мешали им нормально жить в России. Потому что мы создавали тот самый фон, мы кричали про Украину, про войну, про Путина. Они жили вполне, как говорится. Вот я не мог вернуться в Россию, мне понятно, это в лучшем случае домашний арест. А у них можно было ездить туда-сюда. Впервые написал, гадость написал сейчас. Ну, ровно потому, что неинтересно это на самом деле. Но это какое-то событие малозначимое. Хотя, опять, это сотни людей, это огромный пиаровский эффект той же Латвии. Но неинтересно, потому что мы выпадали из этого так называемого либерального дискурса гибридной демократии. Ну, окей. Берем Илью Азара, если вам не нравится. Тогда мои знакомые, друзья, которые тоже там были, у них сложилось то же самое впечатление, что у Ильи Азара. И их впечатление, что это выглядит довольно бессмысленной болтовнёй, где люди разной степени известности собрались вкусно поесть. Почему это так выглядит для многих очень разных людей? Не только для Ильи Азара и Медуза, которая об этом написала. Я слышал, что это от большого количества людей. Медуза написала впервые об этом, когда сейчас говорят, мы 7 лет занимаемся этой деятельностью, впервые Медуза обнаружили у нас в Риге. Я слышу это от самых разных людей, незнакомых друг с другом. Да, ну вот так считали. Почему так? Возвращаясь к тому, что говорил Боря Немцов, но почему-то с точки зрения Соловьёва и Симоньян это было опасно. А вот люди, потому что не тем мы занимаемся, потому что мы там какие-то санкции говорили, список Путина мы составляли задолго до того, как ещё появился список 6 тысяч имён с телефонной книги, которую Навальный набрал. Опять, мы не вписывались вот в этот самый дискурс. Да, мы говорили про Украину, мы говорили про какие-то вещи на наш взгляд важные. Люди к нам приезжали. Это была на самом деле какая-то своя рода жизнь. Единственная, мне кажется, площадка, которая не контролировалась Кремлём ни прямо, ни косвенно. Не знаю, почему это кому-то не нравится. А что там было плохого? Может быть, это потому, что это плохо сделано? Может, потому что там нет ничего интересного, фактурного. Серьёзно ничего? Потому что после даже паспорта хорошего европейского, русского проходит 10 месяцев, а ничего не сдвигается. Помимо того, что сама идея вызывает огромное количество вопросов. А во-вторых, она ещё и не работает спустя 10 месяцев. Ну, вы объясняли, почему. Я просто объясняю. Может быть, просто потому, что это в таком виде не имеет смысла? Нет, в принципе, смысла не имеет, но почему-то власть на это сильно реагировала. а почему-то... Ну как? Власть реагировала, что Соловьев это критикует? Соловьев критикует любую вещь. Не любую. У него 60 часов эфира в неделю. Там все программы, все программы российского телевидения всегда можно подобрать просто с первого форума самого, потому что это была единственная площадка, на которой обсуждались разные вещи, на которой шёл разговор, который в России идти не мог, ровно потому, что нельзя было говорить про Крым, нельзя было говорить про это. были все ограничения на свободу слова, которые постоянно усиливались. А в Вильнюсе это всё происходило. А почему туда ездило 60% участников, приезжали из России? Почему они приезжали туда? За свой счёт приезжали причём. Почему они приезжали? Наверное, им было интересно о чём-то поговорить. На самом деле, опять, это функционировало практически, я не знаю, в таком режиме почти 7 лет. Теперь, что касается того, что происходит сейчас, ну, давайте всё-таки, но не надо повторять рефреном, ничего не происходит. Ничего не происходит, потому что мы в такой ситуации оказались, потому что сегодня всё русское вызывает отторжение. И мы пытаемся, как говорится, репутацию нашей страны спасти. И слава богу, у нас есть эта репутация, нас принимают везде, в том числе, нас принимают украинцы. Это, да, это процесс, который будет очень тяжёлым и болезненным. И никакие вот эти, никакие, я не буду сейчас опять использовать эпитеты, потому что для меня действительно это очень болезненно, потому что трагедия, в которую погрузилась сегодня Россия, она до сих пор даже близко неосознанна. Близко неосознанна. И все эти, все эти комментарии, они не понимают, куда мы попали и как долго из этого мы будем выходить. И не им вытаскивать Россию из этого кошмара. У вас есть большой текст, написанный вместе с Михаилом Ходорковским про будущее России? Да, в журнале Foreign Affairs. Да. Давайте коротко его перескажем для тех, у кого не будет времени прочитать. Что, каким вы видите будущее России? На самом деле, очень важно понимать, что текст этот был написан в первую очередь для американской аудитории, потому что одна из проблем, с которой мы сталкиваемся здесь регулярно, ведя разговоры с американскими, европейскими политиками, это страх за будущее России. И одна из причин, по которой американская администрация нынешняя была, ну скажем так, не до конца уверена в необходимости предоставить Украине все необходимое оружие для скорейшей победы, это страх распада России, усиления Китая и так далее. То есть, вот как бы геополитический кошмар, который преследовал в свое время еще Буша Старшего в 1991 году. И нам казалось важным вообще показать перспективу, что вообще на самом деле все может быть не так плохо, что там тотальный распад России, крах всего, это не единственный сценарий, а возможный в случае украинской победы. Многие положения этой статьи, они базируются на книге Михаила Ходорковского «Как убить дракона». И это на самом деле очень важный момент. Кстати, это тоже тема для обсуждения внутри российской оппозиции, а именно отказ вообще от имперской модели. То, что не случилось в 1991 году на самом деле. Советский Союз распался, но империя как инструмент управления, она просто видоизменилась на самом деле. Она стала меньше по размеру, но механизм не изменился. Скажите, это чуть более прикладного формы. Что это значит? Это означает переход России к парламентской форме правления при достаточно свободной форме федерации, или конфедерации, как это правильно сказать. То есть по существу ликвидация финансового всевластия центра. Регионы остаются частью России, но получают гораздо больше самостоятельности. Это вопрос в статье невозможно было писать, Ходорковский писал об этом гораздо подробнее. Это вопрос природной ренты, это вопрос налогообложения. То есть на самом деле регионы России, те, которые переучреждят страну, потому что на самом деле требуется переучреждение страны. Мы не можем сейчас начать работать по тем законам, которые существуют. Так вот, они в какой-то мере становятся аналогом американских штатов. То есть на самом деле появляется гораздо больше полномочий и центр не в состоянии ввести фискальную политику, которая делает все регионы России зависимыми от центральной власти. Допустим, Россия проигрывает войну, Путин падает, его нет, он не у власти. Что конкретно дальше? На самом деле конкретный сценарий по ходам предсказать никто не может, но в принципе на мой взгляд достаточно вероятным развитием событий станет ситуация своего рода без власти в России, ровно потому, что на сегодняшний день существует, мне кажется, уже сформировался консенсус в свободном мире о том, что снятие санкций возможно только в случае полного освобождения украинской территории, выплаты репараций и, что очень важно, привлечения к суду военных преступников. То есть формирование нормального правительства среди путинского окружения, мне кажется, будет невозможным, и в этих условиях возникает шанс, исторический шанс для России найти ту форму договоренности между многими региональными лидерами и той частью российской эмиграции, которая в состоянии будет гарантировать снятие санкций и постепенное возвращение России в цивилизованный мир. То есть, тоже на прикладной переводим, на более доступной, если Пригожин или Патрушев лезут в президента после Путина, то о снятии санкций никакой речи не идет. Конечно. Ну, так на самом деле все разговоры про дворцовые перевороты, они на самом деле на мой взгляд достаточно, достаточно, не бессмысленны, но маловероятны ровно потому, что путинская всевластия вообще и вот функционирование диктатуры базировалась на практически бесконечно финансовом ресурсе. Ну, какой Пригожин будет функционировать без того, чтобы этот ресурс постоянно возобновлялся? Ну, я могу назвать причину, у него есть оружие, у него есть свой легион. Легион, который нам надо платить. На самом деле надо платить. Оружие тоже не бесконечное, на самом деле. Почему он пытается в Турции, в Китае найти? В африканских государствах платят что-то? Нет, секундочку, нет, а как только, как только станет ясно, что это уже не путинская Россия, выгнать его из Африки, проблемы не для французов, а американцев никакой не будет. В африканских диктатурах есть же какие-то легионы, на которые опираются эти диктаторы? Секундочку, я повторяю, с Пригожиным никто церемониться после окончания путинского правления не будет. Поэтому, еще раз говорю, финансовая база для любой диктатуры в России практически отсутствует. Путин, это сила инерции, на самом деле, и еще сохранение того ресурса, и что очень важно. Путин все-таки, это позвоночник системы, на самом деле, это как бы тот центр балансировки разных групп, который сложился за 20 с лишним этого управления. А исчезновение Путина приводит к тотальной разбалансировке системы, и, соответственно, потребуется новая точка равновесия, она недостижима, на мой взгляд, без того, чтобы Россия вышла из режима санкций. Допустим, Собянин или Мишустин претендует на власть? Будет ли готов Запад с ними говорить? Сомневаюсь. Потому что тоже задействованы в... Ну, потому что, на самом деле, они тоже являются военными преступниками. Ну, Собянин в меньшей степени, естественно, как бы, а Мишустин, безусловно. Кто-то из замов людей, которые сейчас руководят. Я все разговариваю. Давайте так, вот как бы вопрос же, на самом деле, упирается в то, что мы сейчас не можем перескакивать вот эти уровни. То есть украинская победа, освобождение Крыма, и, соответственно, как говорится, вот все последующие события, связанные с возвращением в Россию сколько сотен тысяч вооруженных, озлобных людей, беженцы, это все создает ситуацию управленческого хаоса, с которым справиться можно будет только при начале полноценного диалога со свободным миром. А либо, конечно, просто отдаваться Китаю полностью. Ну, такое тоже, конечно, возможно. Я думаю, что эту проблему никакие замы решить не смогут. Правильно ли я понимаю, что вы видите некую структуру, когда с западом договариваются о каких-то людях, которые будут переорганизовывать российскую жизнь, и вы себя в этом, в числе тех, кто это будет делать, видите? Ну, я считаю, что я, конечно, могу в этом числе, как бы, на мой взгляд, гораздо более эффективным управленцем является Михаил Ходорковский, человек, который понимает, как вообще все это работает. И более того, мне кажется, он способен договариваться с многими региональными руководителями о том, чтобы ситуация тотально не вышла из-под контроля. И, допустим, на это уходит несколько лет. Вы остаетесь? Нет. Я еще раз говорю. Моя задача, о которой я вижу как бы в свою историческую миссию, это вернуть Россию на стезю цивилизации. Я не имею никакого желания участвовать в выборных процессах. Я просто вижу возможность использовать мой жизненный опыт, мою репутацию, все мои организационные связи и способности для того, чтобы помочь стране, моей стране вернуться в цивилизованный мир. А то, что будет потом, я не сомневаюсь, что в России появится много молодых политиков, мне это 60 лет. Я прекрасно отдаю себе отчет в цивилизованный мир. Жить надо исходя из того, из тех возможностей, которые перед тобой открываются. И будущее России должны строить гораздо более молодые люди. Но процесс вот этой трансформации могут и должны сделать те, кто к этому подготовлен в жизни. Ну, то есть вы на несколько лет, на какое-то количество лет сюда приезжаете, налаживаете, а потом возвращаетесь обратно в Штат. Я не могу сказать ничего. При идеальном сценарии. Опять, для меня, как говорится, мир на самом деле глобальный сегодня, он взаимосвязан. Я еще раз говорю о том, что я все-таки напоминаю, я как бы больше 10 лет возглавляю уже фонд защиты прав человека. и мы, кстати, проводим крупнейший сбор диссидентов в мире, это Oslo Freedom Forum, уже много лет, в котором и российские участвовали, диссиденты. И я просто вижу себя, как человека, который мог бы сделать больше уже потом, в этом будущем, в прекрасном будущем, в котором будет и прекрасная Россия и будущего, для того, чтобы дело свободы и демократии продолжало свое развитие, потому что, я повторяю, за Россией есть еще и Китай и много других стран, в которых люди по-прежнему лишены самых элементарных прав. Просто многие из тех, кто оставался во власти надолго, они тоже не планировали там быть долго? Они на чуть-чуть. У меня... Где гарантия, что в вашем будущем так будет? Ну, просто у меня есть, опять-таки, репутация и кредитная история, на самом деле. Я четко фиксирую свои планы, и я не собираюсь от них отказываться. Я всегда следовал этому правилу. И именно поэтому я считаю, что есть люди, которые гораздо лучше справятся с многими организационными вопросами. Я работаю в этом нашем комитете действий не только с Ходорковским, но и с Сергеем Гуриевым. Кстати, мне кажется, у него должно быть большое будущее в России, в той самой прекрасной России будущего. Человек, который накопил уже огромный опыт работы за рубежом. И я не сомневаюсь, там, Дима Гудков, много других людей, которые действительно и в силу возраста, и в силу своих интересов, они должны сыграть роль в построении той самой России будущего, в которой будут выборы, в которой будет конкуренция, в которой будет понимание того, что нам надо идти сюда или туда, но это будет Россия как часть евроатлантической цивилизации. Вы закончили карьеру в 2005-м? Да. В конце 10-х, в 2017-м вы периодически появлялись в Сент-Луисе, а в 2021-м у вас было что-то вроде возвращения на турнире в Загребе. Да нет, я на самом деле в Сент-Луисе появляюсь не периодически, а регулярно уже 10 лет, даже больше 10 лет. А Сент-Луис это сегодня шахматная столица Соединенных Штатов, если не всего мира, благодаря Рексу Сингфиллу и его семье. Люди, которые вкладывают в куполизацию шахмат. Да, да, да. Рекс тратит, я думаю, больше 10 миллионов, я не знаю, сколько, каждый год на шахматы. Там выстроен шахматный клуб, шахматный музей, музей шахматы Слау, совершенно феноменальное место. Плюс там проходят крупнейшие турниры. И в том числе Сент-Луисский шахматный клуб стал партнером Каспаров Чест Фаундейшн для программ, детских программ, которые мы в Америке ведем. Поэтому в Сент-Луисе я думаю, что два раза в год практически всегда бываю. Один раз это летом, когда бывают занятия с нашими, с нашими студентами. Ну, это уже обычно молодые гроссмейстеры. Плюс какое-то мероприятие. А что касается игры в шахматы, я никогда не перестал играть в шахматы как любитель. Я всегда говорил, что я вот самый, видимо, сильный в мире любитель сегодня. Я играл еще после официального прекращения карьеры в 2005 году. В 2006 году я какой-то там Блиц-турнир играл в Цюрихе. В 2009 мы с Карповым сыграли какой-то матч товарищеский. В 2015 году я играл с Шортом. Потом я периодически играю в Сент-Луисе. Я понимаю, что возможности мои сегодня крайне ограничены. Я получаю удовольствие, спасибо, что мне разрешают играть. Иногда у меня получается, чаще у меня не получается. Но я не понимаю, кто это будет называть возвращением, потому что я делаю это, повторяю, как чистый любитель, которому просто интересно подвигать фигуры. Тем более, что любовь к шахматам и ржавеется. В 2021 году вы появились на турнире в Загребе. А до этого и в Сент-Луисе был. А вот там статистика была, которых многих впечатлило. Это 9 партий, 8 поражений и 1 ничья. Ну так бывает, да. Был плохой день. Что теперь делать? Ну, слушайте, еще раз говорю. Как вы это восприняли? Никак. На самом деле, я повторяю, я перестал быть профессионалом в шахматах. Я не воспринимаю так. А, кстати, а потом я сыграл в турнире в Сент-Луисе и вот буквально, если не играл в последнем турнире, выигрывал бы турнир. То есть оно вышло в плюс. С теми же соперниками примерно. А как устроена форма у шахматистов? Вот, допустим, если вы задаетесь целью сейчас, если вы самый сильный шахматист предыдущего столетия, решаете вернуться в шахматы, и есть новый Лео Месси от шахмат, Магнус Карлсон, абсолютно самый сильный игрок современности. Вы проводите матч. У кого какие шансы? У меня ноль шансов. Ноль? Ноль, абсолютно. Ноль сейчас? При любом разе, ноль. А, почему? Потому что вообще возраст, это не только цифра вообще на самом деле на календаре. Это еще изменение вообще в скорости реакции. Это жизненный опыт, который заставляет человека думать о разных вещах. Шахматы требуют максимальной концентрации. Я не встанет добиваться того уровня концентрации, который у меня был раньше. А я играл очень динамично и шахматы, требующие огромной отдачи энергии. Проблема, например, что я вот многие партии, которые я проигрывал, я просто проигрывал, я просто засыпал, просто отключается. Ну, я не могу долго поддерживать уровень концентрации, потому что я не приспособлен к этому. Я могу найти какие-то хорошие ходы, я могу быстрее, например, если там цикл решения задач каких-то, я, может, даже быстрее, чем какой-нибудь молодой гроссмейстер сделаю. Но когда надо концентрироваться, сидеть, просто вникать, просто вживаться в носку, я это сделать не могу ровно потому, что моя голова забита другими вещами. У меня есть куча разных дел, которые можно заниматься. Вы думаете о семье, о Путине, о чем угодно. Вы не можете заставить себя это вот, мы же не компьютеры, мы же не можем это убрать. Знаете, как вот этот диск вынули, вставили другой. То есть, получается, мозг тоже стареет. Мозг стареет. Мозг просто начинает переориентироваться. Он, естественно, стареет, скорость реакции уже не та. Но главное, на самом деле, это даже... У меня сохраняются многие вещи, которые были в детстве. Достаточно хорошая память, конечно, гораздо выше средней. Я какие-то вещи могу очень быстро воспринимать, но вот он перегружен другими вещами. Потому что вы не можете все это складировать, вот это главный уровень, это другой уровень. И даже если, представьте, два-три месяца вы начинаете только заниматься этим, то все равно как бы вот мир, который вокруг вас, он все равно никуда не денется. Вот нельзя очистить голову и сказать, вот на ближайшие три месяца я вообще ничем не занимаюсь, я хочу снова вернуться в шахматы. Это инстинкт. Еще кроме того, это просто надо в пальцах должно быть, просто как двигаются фигуры, с какой скоростью. Это все требует постоянного увлечения. Бороться с молодыми профессионалами практически невозможно, хотя мне доставляют удовольствие. Я сажусь за доску, играю. Иногда что-то получается, кстати. вот если как бы карта пошла, я могу обговорить практически кого угодно. Как вы думаете, как вас запомнят граждане России? Не знаю. Честно говоря, вот сейчас этот вопрос меня меньше всего волнует, потому что я вижу, что я могу сделать для своей страны, и я собираюсь это сделать. по делам его и память будет. Скорее всего, шахматная слава и биография, они зачастую перебивают все остальное, но я надеюсь, что мне удастся сделать еще что-то сопоставимое с тем, что мне было сделать в шахматах. У вас за те 18 лет, что вы занимаетесь политикой, никогда не было мысли о том, что вы зря туда ушли, потому что в шахматах у вас все супер получалось, у вас была репутация суперчемпиона, и вы были супермастером своего ремесла, а в политике стать супермастером у вас не получилось, и в политике у вас поражений гораздо больше. Надеюсь, это не звучит слишком грубо. Нет, это консультация фактов. Складывая одно с другим, вы не думали, что в 2005 году перейти в политику и шахмат было большая ошибка? Нет, я думаю, что это было совершенно правильное решение, оно было осмысленным, и сейчас я понимаю, насколько оно было правильным и важным, потому что я отдал уже от себя отчет о том, что это другая игра, это не игра на выигрыш, это просто было выполнение морального долга. Я считал тогда и считаю сейчас, что я могу сделать что-то для моей страны для того, чтобы действительно она не... Тогда я думал, чтобы не скатилась в этот кошмар, а сейчас, чтобы она вышла из этой бездны безумия. Да, мне не удалось добиться того, чтобы Россия сохранила вот в себе вот эти зачатки демократии, которые еще были в 2005 году. Но я не могу себя в этом обвинить, потому что я делал то, что я мог. Все, что я мог, я сделал. И это для меня было самым главным. Я вырос в Советском Союзе, я помню свое детство и свою юность, я помню борьбу за демократию в конце 80-х годов, я помню триумфа 91-го года, я все это помню. Я хотел, чтобы в России вот эти зачатки демократии, они получили нормальное развитие. Не получилось. Сейчас я вижу другой исторический шанс, скорее всего, последний исторический шанс для нашей страны как бы обрести себя вот в евроатлантическом пространстве. Поэтому мне не о чем жалеть. Моя жизнь после 2005 года сложилась именно так, как я хотел, чтобы она сложилась. Это был год, когда мы поженились с Дашей, у нас началась новая жизнь. То есть на самом деле 2005 год это такая веха в моей жизни. Это начало той жизни, которая меня сегодня в принципе устраивает, потому что я выстроил на самом деле другой мир. Да, что я в этом мире не могу пользоваться тем же авторитетом, каким я пользуюсь в шахматах. Он был как бы абсолютным. Я был чемпионом мира, я был шахматист номер один почти там два десятка лет. А вот, но тем не менее я в этом мире чувствую себя комфортабельно, потому что я никогда не изменял принципам, ради которых я пришел в этот мир и которые я отстаивал. И более того, к сожалению, трагические события последнего времени подтвердили мою историческую правоту. Поэтому я хотел бы довести вот это дело, которое началось тогда до конца. И финальное. В чем сила? В принципах. В отстаивании принципов. Скажем так, уточню. Если можно сказать два слова, в отстаивании принципов.